Всем ДВС, народ, меня зовут Сергей Лав, и это ещё один ролик по Ласт Клавде, но я не знаю, как по-другому, просто на русский это можно ещё перевести, по-моему, это единственный правильный вариант, и, признаюсь честно, я уже забил фактически на игру, ну, то есть снял вот предыдущий ролик, да, и такой, ну, блин, делать здесь нечего, надо уходить, играя, ну, не перспективно, вот, я как-то даже не втянулся, ничего, ну, вот, вроде бы, да, ну, вроде бы и нет, очень так вот спокойно, да, скажем так, в спокойном отношении к игре находился, и вот проходит там час или два буквально, иду на Reddit, и в гачи-реддите топик с вопросом, ребят, а есть ли гачи, в которых ты собираешь не персонажей, а скиллы, вот представьте, да, и, ну, сами понимаете, здесь первое, что приходит на ум, это Ласт Клавде, её, конечно, там не первой назвали, но её там назвали, и очень много тёплых там отзывов, естественно, люди написали, что там вот прикольно, вот это всё, и я как-то вот этой энергией, желанием поиграть зарядился, и пошёл, поиграл, и вот несколько дней поиграл, и даже втянулся, в принципе, какой-то ажиотаж начал испытывать, если не забуду, скажу, с чем связано, с луком с одним, вот, но, ребят, игра действительно какая-то совсем не перспективная, то есть, даже не знаю, с чего начать, давайте начнём с того, что я вроде бы нашёл способ сделать картинку чуточку чётче с телефона, проблема даже не в том, что телефон транслирует плохую картинку, а в том, что на компе она вот, да, в высоту монитора, и, естественно, она сжата и зашакалена из-за этого, и вот эта программа, которая трансляцией занимается, она как-то очень фигово масштабирует изображение, да, оно его не сглаживает, из-за этого оно очень сильно размытое, но я, оказывается, нашёл, что окно можно повернуть, то есть, прикол в том, что, ну, на компьютер оно вот боком транслируется, а ОБС ещё раз это обратно поворачивает, чтобы оно с таймя было, вот, и благодаря этому картинка вроде как менее сжата, менее зашакалена, я посмотрел вроде бы нормально, вот, это что касается раз, Вообще, в идеале, как бы, картинка должна быть, ну, это окно с транслиацией растянутым на 1920, в том разрешении, в котором транслируется с телефона, а я не могу, прикиньте, вот, первый раз сталкиваюсь с тем, что невозможно на компе растянуть окно вообще никаким образом, то есть, не появляется нигде вот эта стрелочка растягиваемая, жесть какая-то Ладно, давайте начнём с того, что я не забыл, это с того, что я втянулся, да, есть такая штука, как God Forge, я вот про эту штуку, по-моему, не рассказывал, я на самом деле много чего не сказал, многие вещи я сформулировал очень плохо, и казалось мне, чувство вроде себя более-менее нормально, вот, но в итоге так фигово, язык заплетался, мысли заплетались, что, наверное, плохо передал какие-то моменты, да, и, в общем-то, это стандартное длинное состояние, вот, вот, где прям как рыба в воде, там ещё можно что-то более-менее грамотно рассказывать, да, А где-то вроде бы что-то знаешь, а вроде бы него что-то прям как от зубов отлетает, там вообще грамоте, получается, когда начинаешь рассказывать В общем, что такое God Forge? Это тип кузницы, где вы можете дерьмовое всякое снаряжение превратить в более хорошее Тут семизвёздочный шмот, получается, и я видел даже, по-моему, восьмизвёзд, я просто видел картинку, типа, с анонсом восьмизвёздочного шмота Я подозреваю, она не вчерашняя, да, сколько-то летняя, вот, но тут ещё у этого God Forge есть уровни, и изначально вообще только вот два вот было рецепта разблокировано Я просто видел, что здесь их больше, и нужно было эти уровни накрутить, и вот на четвёртом уровне ещё открылись рецепты Я, собственно, хотел открыть рецепт лука, я видел, что где-то там написано было, что вот крафтится лучший, ну, или один из лучших луков в игре здесь То есть у него бонус 282 к силе, что дофига, 5% критрейта, что вроде как тоже очень даже И физические атаки становятся эффективными против зверей, птиц и рыб Вот эти вот эффектив, они, в общем-то, все хороши, насколько я понял, то есть, ну да, всё в каше сейчас смешается Короче, из чего он крафтится, и вообще из чего здесь всё крафтится Ну, как правило, одна шмотка — это полное говно, которое вы где-то просто покупаете за золото Там, 1100-150 оно будет стоить, ну, по крайней мере, я видел, четырёхзвёздочные, там, что-то тысяч по 150 стоит То есть это полнейшая хрень, ничего не стоит Да, вам нужны материалы, я подозреваю, там есть какие-то уровни, которые нужно проходить, супер-мега-адские Вот там нужно их проходить и это всё дело выбивать Но самое главное — это шмотка из арка Вот это из очень дешёвого арка, которая есть у всех, собственно Наверное, в игре, а потому что она из эсэрного арка Я думаю, эрные эсэрные арки в любом случае есть У всех их не так много, новых их не добавляют, насколько я понял Вот И вообще, там арка достаточно крутой сам по себе Beast Hunter Вот отсюда она и появляется, этот лучок То есть лучок здесь самый такой шляпный 60 атаки, точнее, о чём Там можно сейчас, по-моему, купить за золото, которое лук будет давать там 90, что ли, атаки То есть полнейшая шляпа Трейта у него никакого нет То есть это просто плюс 60 статов Мусор полнейший Да И вот из этого мусора крафтится лучший лук Но проблема в том, что выковырять вот эти шмотки из арков Это прям вот задачка серьёзная То есть я сказал, что арк представляет собой три составляющие Да, это свои личные статы и скилл, если есть скилл какой-то Это, ну то есть как шмотка, да То есть это скиллы, которые вы потом куда-то можете припихнуть Если они вам нужны Если в арке есть нужные скиллы И шмотка Так вот, со шмоткой больше всего геморрой Ну, во-первых, геморрой со статами Со скиллами точнее Да, потому что, ну вот Даже если вот у меня есть крутая там Крутой арк, да, там червяк Да, вот если сейчас пойти Вот червяк очень крутой, да Да, даёт дуал-велдинг На 10 уровне Я в принципе никак не могу Этот, блин, скилл получить сейчас Потому что вот сейчас стоит эту арку улучшить до 5 уровня 140 тысяч Ну давайте посмотрим, сколько будет стоить дальше улучшение Вот 140 тысяч У меня сейчас 300 тысяч этих синих душ Да, тыкаем Там, ну да, 230, он практически удваивается Там каждый, каждый уровень Ну то есть он начинает больше статов Давайте он свой трейд улучшает Ну трейд, по-моему, фигня полнейшая статы Поэтому тоже Он становится дороже То есть тысячу нужно платить уже Если я его снаряжаю Надо уже тысячу платить синих душ Чисто на заход на одну мессийку Да, дорого Ну вот я его вроде таскать не собираюсь Да, у него, собственно Шмотка здесь тоже вроде как тухлая Ну даёт 300 хп Там щетинты Резистов Ну типа такая себе Аксессуар, да, который Ну такой себе Вот, это полнейший геморрой То есть вот скиллы Это тоже геморрой Ну вот ещё 230, например Я смогу уже накопиться У меня Я прокачал Ну тут сейчас, опять же Почти что юбилей год игре Я очень вовремя, так скажем Не год, а три года Ну я имею ввиду По отметке в год Да, так-то уже три Вот Я очень вовремя начал Здесь, поэтому сейчас раздают всякие ништяки Вот Я, по-моему, говорил Говорил, что баннер Там, где всего лишь 50 круток делаешь Ну ладно, давайте На всякий случай Если этого не говорил Я нифига не помню, что я вам рассказывал В первом ролике Вот Что-то рассказывал Вот Юбилей, три года игре Да Финальный отсчёт, так скажем Отсчёт Да, юбилеев три года Если правильно называется Там Вот Делаешь 50 круток Берёшь любую арку Причём я думал Можно взять сначала одну арку А потом оказалось Аж целых три арки Таким образом Можно получить То есть, если у вас есть 150 круток Просто вкручивайте сюда 150 Забирайте три самых крутых арки Из дефолт пула Вот Но Там, опять же, нужно, скорее всего, вам Там вообще всего три арки Которые прям вот действительно разрывные Из дефолт пула Это Калдина Это Червяк И есть ещё одна Это Айс Гвардина Она там Что-то, короче, очень жёсткое делает Вот У меня Айс Гвардина нету Вот Его можно было бы тоже взять Но у меня нет персонажей Вообще Нет персонажей, к которому играть Поэтому Вот я решил, что мне, в принципе, хватит Калдина и Червяка Да Ну так вернёмся к теме В принципе, вот За счёт того, что Сейчас идут вот эти Х2 Ресурсы купятся быстрее Всяких ништяков Рездают Я вот Считайте, смотрите Вкачал Сам лимит До уже почти 500 тысяч Да Вот 460 у меня будет лимит По синим душам По красным 34 очень маленький Ну вот его надо уже расширять Потому что Ну потому что Вот И доточил даже одну Вот эту вот Точку Генерации До десятого Причём дальше Вот точить вообще невыгодно То есть смотрите Здесь за 350 тысяч Золота Я получаю плюс 300 Генерации Да Этих душ В час То здесь Дальше За 600 тысяч И всего лишь 120 Как он такой Ну то есть Уже Прирост становится Сильно меньше Прям сильно меньше Вот То есть десятки Такая потолок Эти ну пока ещё Только на пятёрочке Вот И Ну вот в принципе В принципе Да То есть Сколько тут генерится Сейчас 2400 в час Здесь Генерится 200 То есть по 2000 Да То есть 246 8 10 Ну там 10-11 Где-то тысяч Кенерится Да В час То есть это за день В принципе Мне накопится На вот это Одно улучшение За день Дальше Оно практически Удвоится То есть нужно будет Два дня Причём В принципе То есть Шестой Седьмой уровень Я беру ещё Да И дальше у меня Потолок уже Я больше 500 тысяч Уже накопить Не смогу То есть мне нужно Где-то будет Опять полляма Золота найти Чтобы уже Свой потолок Золота Потолок синих душ Увеличить Вот И опять же Оно там увеличится То есть На восьмой уровне Нужно будет Около ляма На девятой Заливаю Почти два А на десятой Четыре что ли Ляма Ну это вообще Абсурд Где столько Этих ресурсов Брать Вот То есть это в общем-то Наверное Дуйбл В принципе Наверное Это возможно Сделать Я надеюсь Да Но люди же Как-то это получают Хотя опять же Люди играют В такие затротные игры Где там Знаете Два года Это чисто Как начальный Какой-то такой Стартовый Уровень От Бомжа До новичка Пройти И люди И люди Говорят Что вообще Замечательно В принципе Ты че жалуешься Да То есть Тоже такой Показатель Люди Всякое Во всякое Играют Всякое Смотрят Всякое Читают Всякое Слушают Это вообще Не показатель Чего-либо В нашем мире Надеюсь Вы это Прекрасно Понимаете Но Это вот Реально Что-то Такое Более-менее Вполне себе Можно еще Реализовать Вот И здесь Какой момент Ты как бы Разгоняешься Со временем Да Вот в этом плане То есть Ты улучшаешь Вот эти вот Свои споты И чем больше Ты их улучшил Тем быстрее У тебя маны Генерируются Соответственно Тем быстрее Ты в принципе Начинаешь Прокачивать Свои арки Да И В первую Там может быть Арку до десятки Это сложно Дорого Прокачать Да Кажется Но потом Она все быстрее И быстрее То есть Ты продолжаешь Накидывать Все уровни Если они Конечно Там адекватно Накидываются Но ты продолжаешь Загляться Какой-то потолок У этих спотов Есть Не знаю Какой уровень Вот Но соответственно Я потихонечку Их тоже Буду подтягивать Все равно Там всех до десятки Потом там Может быть До двенадцатого Даже Да Может быть Какого-нибудь Тринадцатого Пятнадцатого Будешь догонять Все это дело Вот То есть Они будут Быстрее генерироваться Уже не нужно будет Вкладываться В лучшую решение Максимального потолка Потому что Ну для всех же арок Одинаковый Максимальный потолок Ну может быть Кстати для лимиток И для ультра арок Там потому что Я заметил Что чем Более редко Арка Тем дороже качается Но у меня их пока нет Да То есть Хотя бы Срки Я уже смогу Так более-менее Адекватно Ну пусть будет Раз в неделю До десятки Докачу Какую-нибудь Одну Арку То есть Это уже нормально Будет Вполне себе терпимо Это ладно Ребят Но ребят То что не ладно Это дурацкий шмот Который в этих арках Есть Потому что Смотрите Я узнал инфу Как качается Вот это вот Эфир Местный Да Я говорил Что такое ощущение Что как-то рандомно Потому что Бывает там 5 миссий схожу Поднимется на 0.1 Тут 3 миссии Тут через 3 миссии Уже поднимается на 0.1 И правда Ребят Рандомно Знаете Какая система После каждого ПВЕ боя Есть 10% шанс Что Эфир Поднимется на 0.1 Как вам такое Нужно набрать 100% Напоминаю То есть Если Считать не по теории Вероятность А просто так вот Очень Очень Схематично Да То нам нужно сделать Тысячу боев То есть если в среднем Каждый десятый бой Нам привносят 0.1 Нам нужно сделать Тысячу боев Чтобы вкачать Арку на максималку Я ведь правильно Подождите Не тысячу Десять тысяч Ё-моё Я считал Да То есть Сто Там Ну Еще на 10 умножаем Потому что по 0.1 Это тысяча И Десять процентов шанса Да Десять Десять тысяч боев Ребят Десять тысяч боев Нужно сделать Чтобы прокачать Арку с нуля Вот это Выглядит Вообще Кайфово То есть Фактически Вот эти предметы Да В арках Они как Вот В детской загадке Висит груша Нельзя скушать То есть С одной стороны Оно у тебя Вроде бы Уже Есть Да Вот эта Крутотень Прям вообще Мега Классная Разрывная Штука Прям вообще Имба А с другой стороны У тебя ее нету Потому что Десять тысяч боев Привет Вот Я тут несколько дней Поиграл И у меня Ну буквально Совсем чуть-чуть Полтора Это по-моему Самая прокаченная Моя арка Ну вот Полтора арка За дня Четыре Пять Шесть Что ли Игры Где-то Я понятия не имею Сколько я уже тут играю Время летит Вообще незаметно И он во флиппере Обнаружил Что я уже четыре месяца Наиграл Прикинься Там где-то ачивка есть Типа За четыре месяца Захода Я такой Нифига себе По ощущению было Что я вот Ну пару месяцев Может быть играю Да А уже четыре прошло В том же Геншине Я тоже несколько Ну не то чтобы Прям совсем подофигел В Геншине Время конечно идет Совершенно медленно Вот Но уже год наиграл Фактически Да тоже Так вот Блин Нифига себе А когда-то я такой говорил Ну там может быть Год просижу И тоже это казалось Больше каким-то мемом Чем реальностью А вот видите Время летит Вот То есть Ну полтора процента Я накачал То есть в принципе Наверное Можно сказать Что Ну процентов Пять Десять Вы руками Выключить можете Плюс наверняка Есть Какой-нибудь Уровень Знаете Который Проходится Максимально быстро Ты берешь Там максимально Дамажных персонажей Одного Который Это все Там просто Скилл нажал Убил Скилл нажал Убил Три волны Например Да И он просто По две секунды На волну тратит По скиллу В итоге Ты проходишь Секунд Там не знаю Какие-нибудь Пятнадцать секунд И вот ты сидишь И гриндиешь Этот уровень До посинения Да И вот так Прокачиваешь Может Ну скорее всего Такое что-то и есть Вот Но все равно Как вы понимаете Прокачать Эфир С нуля До максималки Это Маразм Да Вы это делать Не будете Есть тут Специальные Эфирные Вот эти шмотки Вот Если вы нажмете Вот видите Этерион Каждый дает Пять процентов Соответственно Я так подозреваю Как я уже сказал Что где-то Пять Десять Может быть Пятнадцать Может быть Вот в самом Задротном случае Двадцать Процентов То есть это уже Две тысячи боев На самом деле Да Вы качаете руками Остальное вы Докидываете Эфирионом В любом случае Этих штук Где они адекватно Фармятся Я пока не нашел И подозреваю Они в любом случае Не фармятся Ну в бесконечном количестве А где-то Лимитирован Да То есть это Такой самый Лимитированный Наверное Ресурс в игре Вот И вот там Типа в месяц Может быть Несколько штучек Получается Соответственно Можно забыть О арках Которые там Знаете Среднявые Пусть Ну в принципе Пойдут То есть вот это все Вы вообще Никогда в жизни Не получите Скорее всего Из арков Вы получите Ну возьмете Дай бог Там вот Самая-самая Кровь из носу Да Вот Пистолетик Например Потом я по-моему Говорил Что вот здесь Вот лучший молот Да Ну опять же Это вот инфа Я по-моему Говорил же Да Что типа Этот молот Лучший в игре Или не говорил Или просто говорил Что он хороший Но когда-то он был Лучшим ребят Действительно Молотом в игре Но сейчас Крафтится Там то ли Семизвездочный молот Который дает 300 стринжи Вот Ну опять Система вот этого крафта Это типичная система Во всех гачах Где Начинают апать Старое протухшее говно Да Которое можно теперь Как-то улучшить Прокачать Изменить Перекрафтить И так далее И так далее Чтобы оно Ну как-то Заиграло Новыми красками Это абсолютно Адекватно Это нормальная штука Да Вот Но сам факт Что этот молот Уже не такой Замечательный Как Когда-то И уже Брать его Тоже вопрос Хотя опять же Чтобы скрасить Тот лучший молот Тоже какой-то другой молот Который У него просто У него просто нет Арки Откуда его Можно взять Да Поэтому можно Забить Наверное Ну опять же Возьму ли я этот молот Хоть когда-нибудь Вопрос Огроменнейший Вот То есть Например я хотел взять Отсюда Почему я эту арку качал Я хотел лук Отсюда взять Вот этот вот Да Но он 149 Дает А тот лук Сколько там 200 что ли Я уже забыл Да Лучший который И он Ну И он дает Там 5 крит рейтов Но зато Просто Фиксированные Всегда Еще и эффективность Дает против Сразу кучи Всякого дерьмища Ну а Скиллы на эффективность Это хорошо Ну в общем Вы поняли Да То есть Вот с этими арками Тут еще тоже Такая подляна Что Не вот что вы набрали Кучу арков крутых Ну или вообще В принципе Да Там вот я где-то говорил Что у меня есть Какие-то еще интересные Хотя по-моему Я и не говорил Короче Я серьезно Не знаю просто В какой последовательности Это рассказывать В какой последовательности Всплывать будет Я вот буквально Вчера такой сидел И что-то мне опять Мача ударило в голову Думаю Надо зареролиться Зареролиться правильно Я зареролился Неправильно Как правильно Нужно реролиться Нужно Брать червя Или колдину Да Одно из двух Под две Эти не реролятся Это нет советов Я не знаю Какой-то неадекватный Ютубер-то сказал Что нужно Под обе Эти реролиться Арки Это полнейшая хренатня В общем-то Адекватный совет Потому что там шанс Вопадения их двух Сразу Просто никакой еще Вот Под что-то одно И вот здесь вот баннер Я по-моему точно О нем упоминал Баннер в первые 72 часа Вашего аккаунта есть Где удвоенный шанс Персов Не 3%, а 6% Я в него вообще Ничего не крутил Самое главное Что там есть Семи лимитки То есть здесь система такая Что есть вот Обычные персы Да, регулор Есть полу-лимитки Есть лимитки Есть коллаборационные лимитки Ну по-моему может быть Просто лимиток нет Только полу-лимитки Коллаборационные лимитки Но, короче, есть Какой-то такой промежуточный Этап лимита К полу-лимитке Чем они отличаются? Тем, что они В обычном пуле Их нету Да, то есть вы просто так Их получить не можете Например, этот дед Насколько я понимаю Он полу-лимитный Вот Но есть баннеры Где, например, есть сразу Все полу-лимитки Вот, по-моему Этот фиг знает Я так-то не скажу По именам я только Наверное, одного и помню Который там Полу-лимитный Вот здесь, по-моему Нету полу-лимиток То есть здесь только Вот он один Да, и Генерал Пул Что самое дерьмовое Вот Но вот сейчас юбилей Будет игре 3 года И будет баннер Где будут все По-моему Лимитки Полу-лимитки Кроме коллаборационных На самом деле Насчет лимиток Что-то уже не уверен Может быть я что-то путаю Но все полу-лимитки Там точно будут Соответственно Вы вот в этот баннер Будете крутить Я очень надеюсь Что у меня тут Что-то выпадет Собственно Я почему Продолжаю играть Это вот жду Вот этого баннера Еще какой-то чел Написал, что Роди-как бесплатные Крутки будут Не уверен, что это инфа Хоть сколько-нибудь Достоверная Но если будут Бесплатные крутки В том баннере Это вообще замечательно Плюс я хочу Еще 15 тысяч Добить Кристаллов То есть чтобы там Сколько получается 50 круток Сделать своих Если что-то выпадет Играбельное Ну может быть я еще поиграю Если вообще порожняк Ну я просто забью на игру Потому что играть Я уже сказал Мне тупо нечем То есть вообще Нет ни одного персонажа Который бы здесь Что-то делал Причем В обычном пуле Есть там Штучек 5 персонажей Которые на самом деле В тирлисте На 8-9 Даже отмечены Даже чуть повыше Вот То есть там Могло выпасть Что-то получше Чем то что выпало Мне Но вот как бы Имеем что имеем И в связи с этим Я такой и думаю Пойду-ка я зареролюсь Еще раз То есть вот уже правильно То есть возьму там Червяк Алдину Дальше Пойду в этот баннер 72 часа И Нужно с 20 круток Которые тебе бесплатно Тут в начале игры Словить там Одного персонажа Одного единственного Там какой-то Лангуст Вот так Не суть важно Как он там на самом деле Зовется Суть его в том Что он дичайший ДПСер Он полуэлементный Дичайший ДПСер Разгоняется адски Как раз таки С пистолетов Вроде бы Ну вроде как Можно ему пистолеты Ну это опять же Не точная инфа Может быть опять же Человек путается Точно разгоняется С дуал-велдинга Да Вот с этого он С топу Разгоняется То есть соответственно Берете червя Вот этого чела Калдина в добавок И в общем-то Это вот как раз таки Такой жесткий старт С которого вы можете Уже всю сюжетку Сами пройти Вот Я такой думаю Ну надо так и попробовать И я что-то протух Уже на этапе Попытки поймать червяка В первой десятке Которую можно бесконечно Крутить Там на самом деле Бретье мелкий Такой шанс выпадения Я в итоге Ну а после этого Вам еще нужно поймать С 20 круток персонажа Шанс этого там вообще мизер Если вы это не поймали То это нужно Ну то есть уже Нужно с самого Все проходить То есть у меня Если у вас телефон рутованный Там можно Где-то какой-то файл По-моему удалить Один текстовый И просто Опять запускаешь игру У тебя опять Все заново начинается Но опять же Нужно пройти пролог Это минут 10 Я уже говорил По-моему Да То есть Ну это надолго И это очень Очень муторно Очень скучно У меня телефон Не рутованный Мне вообще нужно Идти в дату Переименовать папку С клиентом игры Идти в приложение Очищать данное приложение Переименовать папку обратно А рутануть телефон Невозможно Вот Да и в любом случае Это очень муторно Я короче на этапе червяка Поимки червяка Уже стух В итоге поймал там пиратку Я вот показал тот аккаунт Но к сожалению Нужно бы блин выходить Вписывать там цифры Лень короче Мне это делать В общем поймал пиратку Она там на девяточку Даже оценена Типа неплохая Стартовая дамагерша Но не ингеймовая То есть Она вот я так понимаю Чисто из старта Вот Дефолтного Пул нормич Но она там Не компетит Типа ничего Но в целом Я так понимаю Она в принципе Наверное сюжет Тоже сможет пройти Вот Но я стартую чисто С червя И с нее На том аккаунте Вот Я хотел на самом деле Поймать Но вот эту персонажиху Ну вот Я план какой был На удачу Да Крутнуть Попробовать ее словить Она имба Ну она там тоже Не 10 из 10 Но адски разрывная Просто гига урон Вносит Какой-то там Несчадный Да Мало кто сможет С ней конкурировать Очень короче Мощная Вот Но с этим мы еще Разберемся Вот Короче я такой стартанул У меня червяк Не особо ингеймовая Тянка Да Там выпадает еще одна СС-арка Потом уже скруток Арк Я имею ввиду Такой Ну вроде Отмечен как хороший Там Шмотка по-моему Которая Ну Робо Которая Со временем Регенит вам Ману Ману Ну я так подозреваю Неплохая штука Потому что Ману регенит Нужно еще как-то Найти способ Сама по себе Она не регенится В боях То есть вам нужно Либо там Перк который Урон конвертирует В ману Использовать Либо там Еще что-то Либо еще что-то Либо еще что-то Вот Нам по-моему Есть перк Который при киле Восстанавливает Ману Ну то есть Вам уже нужно По ситуации действовать Что у вас есть А вот это робо Которая просто регенит Напялил И погнали Вот Просто неимоверно Ненавижу Вот эти гащи Где есть Сраные Мусорные Вот этот вот Геймплей Который отвлекает Тебя от главного Вот чем замечательным Флиппер Я это по-моему Соговорил Вообще ничего нет Такого Вот он Все что в нем Есть Оно все поддел Вот никакого Мусора нет Вот И Тридцикрутый Какой-как Нацедил И вот остается Сколько тут Три дня Ну четыре Да То есть Наши двадцатикрут Как бы добить Просто чтобы Ну потому что А вдруг там реально Что-то накрутится Каких-нибудь суперкруто Много Полу-лимиток Лимиток Да Больше чем здесь И Будет просто Тухло с одной С одним червяком играть Вот Но Знаете я прочувствовал Поговорку Что имеем не храним Потерявши плачем Да Знаете такую себе Поговорку Я просто такой Считал Ну типа Ну у меня какой-то Фуфел тут Ну не то чтобы Прямо я считал Фуфел Ну Ну там Айс Гвардиана Нету например Да И такой Ну вроде есть хорошие арки Ну типа Ну они просто хорошие Там чё Вот А там у меня вообще Что-то Прочняковым Ничего не нападало И я такой Блин Сижу и смотрю У меня и на лук Нету И вот этого Нету И вот этого Нету И думаю Ну чё Как-то вот И не больно Мне охота На таком аккаунте Ты играть Я хочу на тот На свой На старый Ну Что у меня здесь есть Вообще здесь есть такая Отличная функция Которая переключает Вот эти арки И здесь видно Сразу все скиллы Вот это прям замечательно Вот Ну давайте по ССА Аркам пройдёмся Смотрите Ну вообще Есть таблица Как разгонять Максимальный урон Кап урона То есть я говорил Такую мысль Что есть кап урона То есть одна циферка Не может быть выше Потолка определённого Например там 20 тысяч Да то есть если у вас В принципе после всех Там формул Добавок И прочего Там 40 тысяч То оно всё равно Придется до 20 Есть конечно Вы видели там Я по-моему показывал Перки Которые увеличат Этот максимальный кап Что очень-очень ценно Потому что естественно Когда у вас Полностью разогнанный персонаж Вам больше нечего делать Нет способа Увеличить ваш урон Кроме как увеличить Максимальный кап Каким-то чудом Вот Тем не менее Есть посчитанные Ну все скиллы Можно посчитать По их эффективности То есть они Сколько-то стоит очков Количество очков У вас фиксировано На персонажа И можно посчитать Сколько урона Они будут давать За своё количество очков Ну и дальше Посчитать Какие перки лучше Какие хуже И на самом деле Вот в арках Куча всякого барахла Да то есть По сколько тут По 6 перков Да в каждой арке Но по ощущениям Большая часть того Что здесь есть Вообще в игре Это полнейшая хрень Мусор И в лучшем случае Пойдёт на затычки Когда у вас нету Метовых решений Всё крутится Вокруг очень малого Количества перков Которые естественно Самые эффективные Я наверное Вряд ли сейчас Всё расскажу Об этом Я Прямо вот наизусть Всё не запомнил Но вот что могу сказать Например Видите Клоу Хай буст То есть На каждый тип Вооружения Есть Просто буст И есть хай буст Скиллы Они стакаются Они эффективны Да то есть Если вы используете Какой-то тип вооружения То есть Вы очень сильно хотите Видеть в билде Буст и хай буст Вот Но вот здесь Вот в этой Арке Есть на Не на клыки Её просто На когте На когте Да Хай буст Что очень вкусно Вы сами можете увидеть Даёт 20 физ атаки И 20 Крит Хит пауэр То есть Если мы критуем То на 20% Больше урона Вот То есть В принципе Можно достать Какие-нибудь Наверное Крутые Клыки Ну блин Не клыки Ну клык Это клык Ну поня Короче Да И хай бустнуть Их хотя бы То есть Ну просто Потому что у меня есть На счёт оружия Кстати есть ещё одна тема Которую я хотел сказать Давайте пока Не забыл Скажу Атаки Они считаются Здесь Ну вот Которые просто Тыкаешь Что с руки Физическим Уроном Так Но Вот мне ещё вопрос Был Знаете Там в описании Например Dark physical Атакс Плюс 10% То есть Dark physical Типа Чё за Тёмно Физические Атаки Чё за Фигня Короче Ну physical Это имеется Вот именно Physical Это не скиллы Не маги Это вот именно Атака Рукой Это всё Physical Считается Но Она может Наносить и стихийный урон В зависимости от того Какая пушка Снаряжена То есть У пушки Есть стихия Найдём Может быть Где-то Вот здесь Да Вот клыки Видите Атрибут Ice То есть Если вот эти клыки Снаряжаются Атаки становятся Ледяными Physical То есть Оно становится Ice Physical Вот Даже здесь написано Видите 12% For Ice Clow Weapon Хотя нет Это не то немножко Вообще Здесь очень странный Трейд Я не очень понимаю В чём его приколдос Смотрите Когда у вас Снаряжён Клык Или Ледяное Оружие Физические Атаки Плюс 6% Чтобы этот Трейд Получить Вы Ну то есть Этот трейд Работает только Если вы Эти клыки Одеваете То есть Этот трейд Нельзя Отковырять От оружки То есть Выучить как Арковский Скилл Насколько я понимаю То есть Он действует Только когда Вы Эту пушку Одеваете То есть Я её В любом случае Одеваю Чтобы этот Трейд Работал И дальше В скобочках 12% Для Айс Клоу Вэпона Ну то есть Для просто Клоу Да Или Айса 6% То есть Либо 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 Клык Либо Айсовая А если И айсовый И клык То 12 Но это Уже Оружка Айсовый Клык То есть Она в принципе Не может То есть Как вот Сделать так Чтобы получить С неё 6% Вот В чём Смысл Вот этой Вот первой части Этого перка Потому что Ну вы поняли Да То есть Если я её одеваю Я в любом случае Получаю 12% Потому что Это Айсклов Как получить 6% То есть Чтобы у меня Был Ну вот Я не понимаю То есть Может быть Можно Может быть Я вот кстати Не знаю Как считаются Атрибуты Когда у вас Две пушки Одеты Стихийные Считается Например По То что Вот в Мэйна Ружки Одета Может быть Да Я не очень Уверен Что здесь Может быть Двухстихийный Урон Да То есть Наверное Которую вторую пушку Одеваешь При Наверное Вот так Она работает При дуал Велдинге Она как бы Считается Той же стихией Которая В основном Так скажем Слоте Стоит Может быть Только в этом Случае Да То есть Ну просто Иначе Я вообще Не понимаю В чем Смысл То есть Должен быть Какой-то Сценарий Когда вы Можете Не получить Полный Понус С этой С этой Ружки Да Значит Это не имеет Никакого смысла Ну в общем Вы поняли Да То есть У вас Почему Потому что Ну у персонажей Как правило Я по-моему Это дерево Вообще не показывал Да Но у персонажей Есть базовые Какие-то перки Базовое дерево С разными ништяками Причем Здесь могут быть И какие-то перки Которые Ну И в арках Вы их тоже можете найти То есть у персонажей Может быть в дереве Например Дуал Велдинг То есть Вам придется Ставиться Дву Двуручку Да С перка То есть Вам нужна Вообще В принципе Червяк Чтобы Двуручка Пользоваться Ну здесь Например Бисткиллер Да То есть Есть такой перк А здесь Он бесплатный То есть То что в дереве Оно бесплатно Вам в итоге Идет Вот Здесь также Можно найти Ну много чего Интересного Но у разных персонажей По-разному Вот И к чему Это я начал Тему-то вести А Ну к тому что Давайте вот сюда Зайдем Есть Подозреваю Оно так и должно Работать То есть Есть стихия У персонажей Определенная Вот И здесь есть перк Вот сюда Если мы зайдем Смотрите Роса Так Земные атаки Дэмэдж Плюс 30 Тут сказано Атаки Я подозреваю Атаки Это вот Именно Что с руки Тыкаем Да Хотя опять же Тогда может быть Было сказано Физикл Дэмэдж Ну не знаю Короче Тут много терминов Разных Да И что за ними Значит конкретно Нужно разбираться Ну вот Точно понятно Это то что Земляные атаки Плюс 30% урона Соответственно Не будет работать Персонаж Если я одену ему Там Пику на Тему Например Она просто Не будет Уработать 30% Бонус Сами понимаете Но это Потери Потерь И соответственно У персонажей Есть определенные стихии И вот Дальше этой стихии Вы никуда не пройдете Пока не покажете бумаги И Супер гибкости Здесь уже нет Никакой И вообще В принципе Супер гибкости Нет Я вот говорил Что Я вот говорил Именно такое Первое впечатление И сразу Оговорился Что скорее всего Потом оно Не так Все То есть Вариативности Нет На самом деле Действительно Нет Это Вариативности В билда Встроении У персонажей Есть определенные Предрасположенности Вокруг которых Вы будете Плясать То есть Если у него Разгоняется Адский Лайт Дэмэдж Какой-нибудь То Извините Меня Ничего Кроме Лайт Оружки Вы ему Не впихнете А если Например Супер Разгоняется Урон С мечей И урон С лайтов То Извините Меня Только Лайт Мечи Подойдут И никакие Больше То есть Прямо Что-то Превратить Одно В другое Не получится Плюс На самом деле Опять же Смена Оружия Здесь Не то Что-то Вау Потому что Персонаж Моделька Фиксированная Она не Меняется Анимации Тоже Не Меняются То есть Персонаж Тут также Будет бегать С мечом Хотя У него Стоит Лук Например То есть Фактически Оружие Это просто Номинально Да Условный Класс И Палк Со статами То есть Я могу Например Молот Земляной Ей в принципе Дать Ну я показал Да У меня есть Арка С земляным Молотом В общем План Капкан Например Выбить Этот молот Дать ей Молот Но у него По-моему Есть где-то Перк Что Да Вот Видите Когда Пика Экипирована Magic Дэмэдж Плюс 20% То есть Если я дам ей Молот Я потеряю Вот это Если я даю Пушку Не земляную Я теряю Там 30% Урона Ну в общем вы поняли Да То есть Я зажатый Пиками Земляными пиками Я зажатый Здесь Точенными Этими Вот К чему я это все ввел А ну К скиллам Да Вернемся Эту мысль я тоже хотел озвучить Вот Узвучил Но мы к этому еще наверное вернемся Ролик получается здоровый Надеюсь В час уложимся Короче Да Вернемся к эффективным скиллам То есть вот Бусты Это очень эффективно Вы их всегда хотите Вот Не знаю Вот эти вот Драйвы Вроде бы тоже эффективны Да Видится Айс физикл Вот к чему Айс физикл Типа Ну физикл Физикл А айс физикл Это что такое Это вот именно вы поняли Да Айс физикл Это вот именно оно Атаки Спешл Дэмэдж Плюс 30% То есть Вот с этой арки Вы получаете Вот эти вот Ну вы поняли Оружку Айс Айс У вас как раз таки Становится Айс физикл Урон И вот это Можете докидывать С перк Персонажу Да И получать Плюс 30% урона Считаете Докидывать еще сюда Клов Хайбуст И вообще погнали Да То есть В принципе Вот Все включено Так скажем так Старт Стартовый комплект Для клыков Есть Для айсовых клыков То есть Нужно найти персонажа Под них Например Кто использует Айсовые клыки Но опять же Все упирается в то Что просто Такого мета Персонажа Может вообще Не быть в игре Поэтому оно может быть Просто тупо Невостребованным Например Вот здесь Есть Я уже показывал Да То есть Есть Хаммер Буст Хорошо И Тухендед Хаммер То есть Я так подозреваю Ну тут говорится Когда один хаммер Я по моему Тоже мысль говорил Подозреваю Вы не можете использовать Дуал велдинг Да То есть Два молота Нельзя Ну вообще Две пушки Нельзя ставить Потому что Этот перк Не будет работать То есть Это именно перк Под не дуал велдинг Под одно оружие Ну вроде я говорил Что это вкусно Да Кап повышает Все вот это повышает Но главное Есть хаммер буст И тоже такой буст Причем вот здесь Есть хай Хаммер буст Да То есть Я это показывал То есть Вот Считайте То есть Их два перка Есть еще мега буст Но я так понял Мега бусты Они есть только уже В персонажах Врожденные Ну либо в ультра рарах Я не смотрел Но в Пуле обычном Мега бустов Я не нашел ни в одной Арке То есть Только хай бусты Бусты и хай бусты Вот Соответственно Вот Под молот Я уже говорил Такой стартовый Неблохой Наборчик Врисовывается И в принципе Если выковерить молот С этой арки То вот Можно отдать Но я приуныл Потому что Вы видели То есть У персонажа Там бонусы на пике Я его просто потеряю То есть Вот 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 Понимается Например В колдине Гот хилл Вроде как Это самый жесткий Соло хилл Такая хорошая Вроде нормальная штука Но По урону Очень вкусный Скилл чардж То есть Просто Да видите Ресторит Немножко Кулдаунов Правому Верхнему Скиллу В начале Боя То есть У вас там Четыре волны Да Например И вот В начале Каждой волны Оно вам будет Чуть заряжать Скиллуху То есть Это эффективно С точки зрения Урона Перк Тоже Очень хороший Да То есть Вот Их три штуки На первый скилл На второй На третий И По-моему Есть еще На спешл То есть Четвертый скилл Это Пульта У него тоже есть Ну по-моему Не скиллчардж Называется То есть Скиллчарджи Хорошо Вкусно Но опять же Нужны персонажи Которые Завязаны На этот Конкретный скилл Например Вот эта вот Тянка Которая новая Да Вот Которую я баннером Вам показал Она адски Дамажит с первого скилла То есть Ей скиллчардж 1 Заходит просто Вообще Пушечным Да Чтобы заряжать им Больше и больше И больше Вот Что тут еще Можно найти Ну Здесь Дамагеров Каких-то Которые Не разгоняют Там Монопул Вот это все Очень хорошее То есть Очень ходовой Перк Например Ну Дуал Велодинга Само собой Здесь Ну вот Опять же Для лучников Естественно Маглеон Вкусно Вкусно Выглядит Вот Потом Вот Вот Это вот Арка Я вообще Хотел сказать Какие вкусные Арки у меня Есть Да Вот Но вкусные Арки у меня Ну под молот Да То есть Я это говорил Но просто хочу Повторить Инфу Здесь Своё местечковое Может подойти Потом Вот этот Марш Ну я его Рынок просто Называю Не знаю По-моему На рынок Похож Не знаю Почему Вообще Это какой-то Фестиваль Ну марш Да Марш Святых Называется Я почему-то Назвал Это рынок Ну вообще Ярмарка Почему-то с ярмаркой Просоциировалась Я его рынком Назвал Мысленно Называем Именно так Да То есть Вот годность Киз Опять же Вот я новый аккаунт Начал Думаю Ну вот А что я буду делать Безгодный скис В принципе В принципе Что-то можно С этого выкрутить Да А что я буду делать Без этих молотков Тоже Опять же Можно попробовать Да Все-таки Опять же Буст Хайбуст Фиг найти У меня нету такого У меня вот только Накловы Хайбуст есть И вот на молотки Больше ничего Нигде нет Ни под одно Вид оружия Ну ходовое Насколько я понял Это мечи Самое ходовое Самое такое Метовое Мечей Ни бустов Ни хайбустов По-моему Ну опять же Под луки Ну хороший же Блин разгон Да Чем дальше Тем больше урона Ну а лучник Всегда на рейнже ставит Потом вот эта вот Арка вообще Считается тоже Очень хорошей Ну она типа Хорошая Под своему скиллу Типа даже ПВП Под ПВП Можно вроде как Использовать Но Хотя может быть И нельзя Короче 6 секунд Кулдаунов Откатывает каждую волну Я попробовал С полной прокачки Будет по-моему 15 секунд Откатывать То есть С каждой следующей волны У вас скиллы Сразу всех Да Все скиллы Все три скилла На 15 секунд Откатываются То есть Ну это практически По наполнительному нажиму На каждый скилл Дает всей команде Прикинься Каждую волну То есть Блин Вообще Супер Супер Мега Классная штука Да Вроде как Пират Фист Неплохо Опять же Восстанавливает Все кулдауны То есть Все скиллы Сразу в зарядку Уходят В конце боя Ну то есть Опять же Волну зачистили На следующую волну Заходят Сразу в полной зарядке И После этого Еще сразу Заряжается Вам Да То есть Здесь Ичвейв То есть В начале волны То есть Я так подозреваю Оно простакается Надеюсь Хотя может быть Не простакается Нужно читать Там Может быть Может быть Сюда В описании Уточнение Я имею в виду Где-то там В террелистах В общем Вроде как Хорошая штука Ну А Экс Эквип Если Там Топор Заэквипится Да Ну Брейк Это по-моему Хрень Ну в общем Ходовая такая Арка Здесь еще Прикольный предмет Который позволяет Воровать предметы Я вот про эту тему По-моему не сказал Совершенно ничего Но в общем Когда вы что-то там Фармите В каких-то миссиях Выбивая Какую-то всякую Дресенятину Для прокачки Да Там Итомки Я имею в виду Есть еще такая штука Как Шанс Стырить Выбить предмет С моба И Ну там есть Один единственный персонаж Который Собирается Воровство У него там Видимо там Стопроцентный шанс Что становится С каждого моба Что-то украть Но вот если у вас Его нету Можно использовать Эту итомку Да То есть Когда Побеждаешь врага Есть шанс Что с него выпадет Ну то есть Дополнительный дроп Это эффективность фарма Быстрее Меньше тратить ресурсов То есть Воровство Такая тема хорошая То есть Ну всем нужно Так скажем Вот Может быть Не для новичка Прямо с первым делом Нужное Но полезное Но опять же Я уже сказал Что эти арки Вот фиг выговоришь И Чуть я очень сомневаюсь Что я буду это выковыривать Потом Авто Брейв Вообще Как бы Скиллы есть разные И вот Все которые с припиской Авто Они дают в начале боя Сразу тебе баф Но он временный Сколько действует Фиг знает Ну вот Брейв эффект дает Сразу же Ты начинаешь Сразу под Брейвом Что дает Я забыл По-моему там То ли урон То ли что-то Пока у тебя 100% Ничего такой полезный Так скажем Да то есть Авто Брейв Норм тема Тоже в принципе Используется Потом Что тут Аим Виталс Тоже супер ходовая На самом деле Обилка То есть их две Есть Аим Виталс А есть еще какая-то Я забыл Как там То ли Мега Аим Виталс Она называется То ли там Гига Аим Виталс То есть Еще более прохаванная И она тут 50% крит пауэра То есть криты Просто увеличиваются То есть соответственно Вы хотите Ну если у вас Билд на криты А это практически Ну для новичков Почти все Билды на криты Потому что ничего такого Прямо продвинутого Вы больше не соберете Вариков У вас и нету Вот То есть Вот эти два Виталса Ставить Аим Виталса Да Которые дают вам Суммарно будут давать 8% критов Крит урона Но у меня есть только Вот просто Аим Виталс Продвинутого нету Что здесь еще можно Ну дальше Там на самом деле Много есть В рарных Очень много Есть Максовых Бустов Ну вот Например Эксп Ап В принципе Ценится Потому что Дает 20% Экспы Ну то есть Это фармить персонажей Быстрее становится А там я так подозреваю Очень много Фармить Поэтому и ценится Вот Критов всего 2-3 штуки То есть Есть критап 1 Ну просто критап Критап 2 И критап 3 Вот Тут второй критап В принципе Это не самая редкая штука Критапы встречаются Да и опять же Это Сарнеры Арки Они есть у всех Практически все Да То есть Криты вы соберете Ну я вот говорил Бестхантер Здесь это единственная арка Ну У меня единственная Я имею ввиду Арку уже В которой есть Видите Криты То есть 8% То есть В принципе У меня весь комплект Критов есть Да и вот Можно уже Вырисовывать Какой-то стартовый Такой билдец Да Собрать 3 крита МВиталсы Потом кембет Ну вот видите Здесь даже есть Алоу Эквип Кловсы То есть Можно вот эти Кловсы взять Можно взять Хайбуст на Кловсы Да И вот Если там в теории Выковырять Те Кловсы Но это делать я точно Не буду Опять же Очень дорого Долго Ну это Эндгеймовая Такая штука Да То есть Ну в принципе Если брать Айск Кловсы Можно вот в принципе Под Айск Кловсы Что-то уже Придумывать Да Потом я по-моему Забыл сказать Но вот эти вот Все слейеры Там есть Киллер и слейер Они все хороши Они тоже все Эффективны Но они Специализированы То есть там Против там Животных Против там Птиц Против там Чудищ Против там Такого-то Против всякого-то Это все эффективно Но Сами понимаете Если вы идете Ну например Вы фармите Какую-то там Миссию Где птица Да То есть Соответственно Вы там Включаете Там Птица Слеер Да Как он там Берт Слеер Если фармите Где там Босс Или там Еще кто-то Там Боги То переключайтесь Я подозреваю Вот именно Дамагеру Нужно вообще Все вот эти Вот виды Слееров И киллеров Загонять И там Чтобы можно было Переключаться Просто По этим перкам В зависимости От надобности Но это очень эффективно Есть еще Я по-моему Ее просмотрел А может быть И нет Подождите Трипл импакт Ну-ка Погодите Опа Трипл импакт Я просто видел Просто импакт Я видел Дабл импакт А это Трипл импакт Короче В чем приколдоз Простой импакт Говорит Что с шансом Я не знаю Кстати стакаются Или нет С шансом Наносит Экстра дэмэдж Причем Возможно Вот этот Экстра дэмэдж Он идет Выше Капа Вроде бы Ну потому что Есть какой-то вид урона Который может идти Выше капа Может быть Экстра дэмэдж Как раз таки Может быть и нет Ну давайте будем считать Что нет Ну просто Экстра дэмэдж Да То есть Обычный импакт С шансом Дабл импакт Говорит Что всегда Атаки наносят Регулор Обычные Атаки Наносят Экстра дэмэдж А этот Говорит Что Смотрите Регулор Атакс наносит extra damage x2 Блин, слушайте, мне кажется, что он стакается Должен стакаться, да Ну что значит x2 То есть я подозреваю, что Этот extra damage, он становится в два раза больше Но ведь он вообще не должен наноситься Каким-то образом, логично Ну в общем, блин, хорошая штука, наверное То есть просто в этот импакт загнаться Вот, но я не это хотел показать Есть special boost Тоже вот это Одна из лучших, типа, арных Рарных арок Ну, криты вторые, типа Бэкстебы То есть там два вида бэкстебов Они по-разному называются, суть абсолютно одинаковая Там, по-моему, surprise attack называется второй бэкстеб Если спину атакуешь То есть это дает 30%, а surprise attack, по-моему, 50% То есть тоже, опять же, если вы на это рассчитываете Ставите оба, то есть 80% получаете Урона в спину Но я не знаю, как от этого отыгрывать пока что Вот, поэтому не ценю Вот, но здесь, смотрите Killer и Slayer увеличиваются на 50% То есть если вы используете какой-либо Killer Slayer Да, по делу имею в виду используете То, естественно, ставите special boost Это прям must have Ну, нет смысла использовать одно без другого Тем более, что это, опять же, в рарной арке Да, то есть у всех есть, скорее всего Вот это я показываю Вот, что еще хотел сказать Где-то, ну, третьи криты я уже показал Что они у меня есть, да И, ну, у меня вот еще на атаку Нифига толком нету Тут есть, по-моему, одна арка Которая дает атак макс и атак один Она, по-моему, единственная Такая Вот первые криты Ну, первые криты самые невыгодные То есть она дает за Вообще за два За два дает Два крита То есть очень мало По-моему, мне казалось, что один Может, что-то поправили уже только что Ну, серьезно Я только вчера смотрел И вроде бы давал за единичку Ну, что-то дорого, короче А, может быть, я с атакой путаю Короче, вроде дорого Первые, вроде, не самые выгодные А вот вторые, третьи нормал Блин За интернет платить пришло время Черт С витубчиком деньги больше не приходят Короче Что здесь, кстати, крутое Браутфорс Ну, все используют Все дамагеры, считайте Используют Браутфорс С криты восстанавливают КП То есть это сустейн Соответственно Я уже сказал Криты, то, что разгоняется, да То есть Браутфорс Это тоже практически Мастхевная для дамагеров Штук Очень эффективная Очень хорошая Вот Атак Атак макс Есть у меня Да, вот за единичку дают Две атаки Но тоже не очень выгодно Потому что, смотрите Атак макс дают за шесть То есть один к двум, да Здесь за шесть пятнадцать Дается То есть один К двум с половиной По выгодности То есть чем больше бонус Тем он выгоднее То есть поэтому Вот атак Единички можно, наверное, даже не ставить Но опять же За неимением пока что Да, то есть Нажно разогнать Плюс Фастбрейф Я уже сказал Брейф норм тема Импакт Обычно, не знаю Давайте найдем где-то Брейф Поблизости должен быть Брейф Чтобы прочитать Что он делает Что Фастбрейф тебе не говорит Что делать Ну вот Брейф дает сингл Али Силу плюс 20% Но это нужно кастовать за 10 маны Понимается А Фастбрейф тебе сразу Навешивает вот эти вот Плюс 20 силы Но временно Ну то есть вкусняво все равно Сами понимаете Да, то есть Вот Это что хотел рассказать По имеющемуся у меня набору То есть в принципе В принципе Да Не все так плохо По аркам у меня То есть есть вкусные арки Да, то есть интересные СССРные арки Вот как я уже сказал Там из супер-мега-разрывных Не хватает только Айс Гвардиана И там еще один Такой космический корабль Очень красивый Я в том ролике Другой космический корабль имел Беленький Но он тухлый А есть фиолетовый Вот он вообще И выглядит просто убойно И крутой На самом деле Эта арка стрёмная Эта стрёмная Но опять же За неимением Что-то можно Да, то есть Как я уже в первом ролике говорил Что пока ты не дошел До эндгейма Где все скучно И неинтересно Вот на этапе Собираю, коллекционирую В принципе нормич Поэтому Я очень надеюсь Что мне что-то выпадет На вот этом баннере Да, лимитном Какие-то персонажи Что я поиграю Потому что без персонажей Делать совершенно нечего Вот Что еще хотел сказать Есть арена Вот про арену Я ничего не рассказывал Есть, кстати, мультиплеер Коп Я, по-моему, понял Что он есть И я так понял Чуть новости покликал Его добавили Так понял Прям совсем недавно Вот Арена Я, по-моему, говорил Что она очень необязательная Но она, на самом деле Очень необязательная Почему Смотрите В день вы можете получить 50 монеток За один бой Девяточку Ну, если на 3 звезды 9 За одну звезду, по-моему, 3 дают Получается Ну, здесь можно формации купиться Но это нас, наверное, не очень интересует Вот Есть такие штуки У меня ни одной штуки такой нету Я, честно, не знаю, что оно делает Говорит, что добавляет арку пауэра Это не эфир Эфирный Вы видели Эфирион Да А это пауэр добавляет Там есть у арок Вот, возможно, это оно Я подозреваю Да, то есть Подозреваю То есть Вот если зайти в арку Здесь есть Экстенд Да И Возможно, это вот именно оно Что ты докидываешь сюда Вот эти Пойнты Да В экстенд И Увеличиваешь Как-то вот Статы Или скиллы Я фиг знаю Ну, у арки скилл же, может быть Я не знаю, как качать Может быть, как раз таки Вот этим вот экстендом Нужно это все разгонять Ну, в общем, пока не знаю Насколько это ценная штука Оценить не могу Да, то есть Для меня это пока что Загадка Жака Фреско Вот эти вот Экстендеры Гаджет тикет Ну, то есть Раз в три дня Вы можете брать Гаджет тикет Говорят, за неделю Три Как получить за неделю Четыреста пятьдесят Пойнтов я не знаю Потому что Семена пять На пятьдесят Получаем триста пятьдесят Откуда еще сто пойнтов ПОП-шных брать Вот, загадка Тоже Жак Фреско Все та же самая Вот Но Три тикета Насколько это круто Не знаю Я думаю, не очень Да, то есть Без этого точно можно прожить Ну, понятное дело Что за десять тикетов Это дополнительно Десять тикетов Как бы в месяц Десять круток Дефолтно Да, но опять же С дефолта Там много прикольных Харок можно Натянуть Тот же АС Гвардин Персонажи неинтересны Но я подозреваю Что арки Вот эти все Дефолтные Они у игроков Более-менее Есть у всех И Не знаю Спустя какой промежуток Времени только Но Думаю Оно уже не представляет Интереса Для среднестатического Игрока Почему? Потому что Вы прекрасно понимаете Да, у вас какой-то баннер Где там какая-нибудь Ультра-рарка Или Лимит-рарка Да И у вас Она Есть в пуле Она и все остальное И вот вы заряжаете Туда там 50-100 круток И у вас постепенно Все нападает Из дефолта Да И соответственно Ну нафиг Персы там точно все мусор То есть я сказал Что есть хорошие Но они именно хорошие На фоне Дефолт пула Самые лучшие персы Это лимитные персы Соответственно Если у вас есть Пару лимитных Там тройку лимитных персов Метовых хороших То вам дефолты Уже нафиг не упали Тоже опять же Да То есть это как в геншине То есть там Это мусор Фактически То есть нафиг оно надо Вот Соответственно Без билетиков я думаю Прожить точно можно Вот Эферион Вот это хорошо То есть это нужно 10 дней То есть 3 эфериона Можно зафармить Если по 50 поинтов В день Делать 3 эфериона То есть по 15% Арк Можно докидать В арку докидать Ну В одну В целом Наверное Это неплохо Но тоже наверное Можно без этого прожить Ну Другой стороны За год Целых 150 Даже больше 180% То есть это За год Почти что 2 итемки Можно получить Дополнительно То есть За год И месяц 2 итемки Ну почти за год И месяц Год и полтора Месяца Если быть точным Но что-то как-то Это так тухло Так неинтересно Я считаю Что нафиг надо Ну кластер Это просто ресурсы Для прокачки Я вот эту мысль Не сказал Я по-моему Может быть и не знал Или узнал Но совершенно Не осмыслил ее Короче Для прокачки Персонажи Нужны все виды Все цвета Радуги То есть там В одну сторону Нужны красные В другую синие В другую зеленую В третью фиолетовую То есть Обычно в играх Типа Ну одни персонажи Точатся там за красные Да Итемки Другие за синие Третьи за зеленые Например как в Волфлиппере Да То есть по стихиям Они делятся Тут нет Тут именно вот Направление Перков Дерево Делится по стихиям Соответственно Атакующие красные Ну и вы поняли Да Дальше там Как-то еще распределяется То есть в принципе Сначала у тебя идут Просто Пипки такие Дешманские Просто камешки Потом Кристаллики Потом кластеры Потом мега кластеры Причем есть еще Цветные кластеры И мега кластеры Они все виды ресурсов Есть цветные И где-то На какой-то скилл Тебе может потребоваться На какую ноду Точнее Тебе может потребоваться Вот именно Цвет Да Фиксированные И еще цветная То есть это тоже Нужная штука Ну экспайн Это фигня Золото Ну наверное Тоже фигня Не знаю Вот Но награды Тухловатые Да То есть вот Шопа Награды совсем Тухловатые Если посмотреть Вот сюда Здесь вкусные награды Не только за первые Там 10 мест Ну или там За первые Ну смотрите Да То есть вот За первое место Дают 150 Таких зеркал Вообще Ну это души Но мне почему-то Я их зеркалами назвал И вот Зеркала и зеркала Или портреты Вот Собственно Они Персонажам Нужны еще души Для того чтобы Вылечивать свои Скиллпоинты И для того чтобы Там пробудку делать Вы можете получать Эх в принципе Дубликатами Но это не вот Что только дубликатами Там есть еще Всякие способы Получения этих Душ Да Персональных Но Вместо персональных Можно использовать Вот эти вот Универсальные души То есть в принципе Ты не сильно завязан На дубликатах В этой игре Практически не завязан В общем-то Я бы даже сказал Потому что Если вы накопили Очень дохренища Вот этих душ То Заливаете любого персонажа Сразу просто общими душами Вот 150 Очень вкусно выглядит Потом вот эти штуки Для лимитных арок Как видите И для ультра-рарок Плюс еще 5 этерионов Вот этих вот То есть это еще 30% считать Ежемесячно 25% Да 25 Почему 5 штук Шестерка здесь Ну вы поняли Но за топ-1 На арене На во всем сервере А как вам такое Это Такое себе А если пролистать До каких-то Более адекватных Там мест Да Ну вот 3000 И ниже Вам дают Просто 10 пузырьков 10 стамины Местный Вот Ну вот Единственное Тут В принципе С 3000 Можно войти И больше даже Не рипаться Потому что Награды Прирастают Очень слабо То есть 100 душ Да разница 100-150 То есть всего 50 душ Между 3000 Местом и первым Пузырьки Дерьмовые И вот для RR Такая вот Усилялка Вот Ну вот Здесь можно В 1000 Вот В 1000 Да Появляются для Вот SR Ну тоже Опять же Насколько это Нужно Для SR Не знаю Я это подозреваю Вкусно Для SS Все-таки Что-то Да А для SS Награда Начинается Вот в топе 100 Только Прикиньте Да Ну и что это То есть Ну в топ 100 Влетать Это забеется Да Как я уже сказал Тут ну может быть В топ 1000 Или топ 3000 Это прям потолок Какой имеет смысл Подниматься По наградам Я сейчас В топ 61 тысяч Держу в курсе Вот Что здесь Еще можно Посмотреть Здесь можно На сцене Посмотреть Где-то Где-то Можно было Клацать Здесь по-моему Топ 10 Челов Здесь можно Посмотреть Что играют На арене Как играют На арене Давайте наверное Вот здесь Посмотрим И будем Уже заканчивать Что же Ролик Час Ну да Материала Много Все равно Вроде по чуть-чуть Об этом О том О всем А все равно Сумарно Накапывает Про гринт Не сказал Ну там В ивенте Где-то 120 заходов Надо сделать 120-150 За 2 недели Практически Ивента То есть По 10 заходов В день По крайней мере Зафармить Ивент Вообще Не задротно То есть Это Такой Обычный Дефолт Наверное Уровень Пофармить Ничего такого Специального Прямо Вот Здесь можно Посмотреть И персонажи Которые играют На ренке И Билды И шмот И вот Да что такое Я уж охреп Ребят За этот час Вот Новая Тянка Вот эта Чем она Хороша Но опять же Она имба Она влетела В топ Чел вот сидит В топ 10 с ней Но естественно Нужна она сама Ее арк Там по 0.5% На каждого Словить Либо гаранта 300 и 500 То есть Я узнал Да вот Какую инфу Точно хотел сказать В месяц Ну после сюжетки Когда вы все прошли И уже нету Таких вот Разовых источников В месяц У вас копится 30 круток Что Адски мало Я считаю Это меньше чем В геншине В геншине Там круток 50 По-моему Ну это по-моему С премиум уже Но все равно Больше 30 Это явно При том что Гарант у вас там 160 А средний Если так прикинуться Да Если посчитать Систему с 50 На 50 В среднем Вы получаете Раз в 120 Круток персонажа Но не в 300 Круток При 30 Круток То есть С премиум Вроде как Я сейчас В геншине Получаю 80 круток Каждый патч Каждые полтора месяца Да То есть Я в принципе Каждый второй Патч могу Брать По лимитному Персонажу Даже чаще Учитывая 50 на 50 В среднем Да Здесь 30 Круток 300 Круток Это забейте 500 Еще сверху 500 На арку Просто вообще Забейте Да То есть При Инкаме 30 круток В месяц Это вам нужно 10 месяцев Копить на персонажа Кайф Либо там Сколько получается Ну короче Дофига На арку Ну Тут наверное В надежде Так Копишь 500 круток Полтора года Да Крутишь Арку Выбиваешь Арку Покупаешь С кешбек Персонажа И типа Вот тебе Персонаж Аркой А через 2 месяца Его пауэркриповывают Новым персонажем Да Держитесь Держитесь Молодцы Всего вам хорошее Ну потому что Пауэркрип Здесь есть Не могу сказать Насколько он Сильный Слабый Но он точно есть Кстати Обратите внимание У чела Total Battle Hours 1100 часов Battle Hours Как вам такое Значит не очень Впечатляет И не очень вызывает Желание Пытаться конкурировать С таким человеком Сами понимаете Ну это не самое плохое Еще вот То что плохое Ребят Супер пососное Прям говнище Параша И дальше придумывать Сколько хотите Эпитетов Но это самое дерьмовое Дерьмо Которое можно Придуматься В ячх Это платная Шмот Я по-моему Говорил Да Что есть Платные баннеры И типа Чем они отличаются Я как-то очень так Скомкано Объяснил Но сейчас могу Наверное почетче Это объяснить Хотя может быть И не скомкано Но Не сакцентировал Ваше внимание Возможно На этом достаточно В достаточном количестве Но В платной гачи Вот платный баннер Чем отличается Вам платят здесь Валюту Когда вы сюда крутите И за эту валюту Вы можете купить Эксклюзивный шмот Две шмотки Всегда идут с персонажем Да Вот К этой тянке Прилагаются Два мяча Она как раз таки Дуал велдер Два мяча С лайт физикал атаком А она разгоняется На лайт физикал атаке Это ее самое главное И то есть Вот эти мячи Делают ее Просто разрывной Никаким другим способом Кроме как заплатить бабки Вы получить их Не можете А это уже Знаете как называется Игра Иди к ты нахер С такой системой То есть Это вот уже Одного вот этого Наверное Вот этой штуки Вполне достаточно Для того чтобы Удалить эту игру И больше о ней Никогда не вспоминать Как чаще помойки Единственное что Как-то оправдывает Ну даже Нет Оправдывает Ни в коем случае Единственное что Можно сказать что Нивелирует Так скажем Вот эту дерьмищу То что на арену Можно вообще болт покласть Ввиду того что Она в принципе Ни хрена толком тебе не дает Да И она вот опциональна Здесь не так сильно Все завязано То есть есть игры где Ну то есть Либо ты сидишь там В топ 100 арены Например да И гребешь там Кучу там гемов Там ритмок На прокачку Каких нибудь Еще чего Да В каком-нибудь Girls X Battle Такое было То есть я там сидел В топ то ли 100 То ли 300 Вот И Это хоть что-то Мне давало Да То есть позволяло Там как-то Дышать свободно Вот А если ты сидишь Там в топ 500 Ой Там в топ 5000 Ты забей Ты ничего вообще не получаешь Там тоже Princess Connection Да Там тоже На аренке Сильно завязаны Наградки И кто там сидит В топ 50 Там хорошо получают Но в итоге суммарно Там в пересчете На гемена За полгода Год Вот Но там Можно и фритуплейщикам Залетать В эти рангосы Здесь как вы понимаете Можете забыть О том Чтобы победить Того чела У которого есть Вот эти платные мечики Нету аналогов Нет ничего Соизмеримого Нет ничего Альтернативного Просто сосите жопу Понимаете То есть вот эти челы Которые там сидят Это они заплатили бабки То есть Ну это чисто Состязание кошельков Фритуплейщику Об этом можно забыть Например Вот этот дядька Который вышел Здесь кстати Можно как-то Вот Вот этот дядька Да Который вышел Новенький С ним идет тоже Это танк Он кстати ПВП ориентированный То есть вот Мне там сказали Надо реролиться Вот реролиться Короче вот в этого дядьку Но он типа танк Он чисто ПВПшный Такой чел Или для очень долгих боев Не знаю насколько Это востребовано Но это не для боев Которые там вот Ну чисто фармят сюжет Как это вообще не про то Он идет вот с такой Земляной пикой Которая 240 дает этого Атаки плюс 15 Хейст эффекты Это подзрывает Беготню дает То есть быстрее перемещаемся И Спешл гауш Плюс 15 Не знаю Сколько это круто Здесь дает Очень много дефа Хай протекшн Ну просто смотрите Просто кастует Автоматически Да Скилухи себе Ну то есть Это супертанк Такой хороший Именно под его Специфику То есть опять же Ребят Ну можете забыть О том чтобы этот персонаж Играл без своего шмота Хорошо Ну то есть там есть персонажи Которые Ну то есть По разному Да То есть есть прям вообще Разрывные Вот эти вот Покупные шмотки Есть ну так себе Не обязательно В принципе можно Что-то под другое Поддеть Ну сами понимаете Ощущения Ощущения не те Совершенно От игры Сразу резко становится С этой системы Так что это прям вообще Вот Меня максимально Демотивировало Демотивировало Желание играть Убило напрочь Прям на корню Ну и вы можете увидеть Что здесь в принципе Персонажи Только лимитные То есть Ну это полу-лимитка Ладно Но тоже Пойдите поймайте Ее Арку Да даже если Поймается Без Покупных Мечей Все равно сюда Никуда не ворветесь Вот есть Такой чел Тоже лимитный Вроде как это С Devil May Cry Коллаборационный Лимитный персонаж Типа супер разрывной Но Самый прикол У него такая вот Арка Ультра-рарная Опять же Да не Не дефолтная А ультра-рарная Мне показалось Это наверное Вообще Самый имбовый Перк Трейд Который я вообще Видел В арках Смотрите На 10 секунд В начале боя Применяет Минус деф И минус Магическую броню На 50% Всем врагам Прикиньте То есть Просто минус 50% брони На 10 секунд В начале боя Кидает То есть Эта штука Имбовая Мне кажется И для ПВП И для ПВЕ Потому что В ПВЕ Фармите Быстрее Вам легче Наносить Много урона Быстрее Приходите Уровни Но в ПВП И подавно Причем Там вот Про какую-то Арку Ну обычную Написано Что типа О это ПВП Ориентированная Арка Она дает вам Короче Неуязвимость К эффектам Контроля На 15 секунд По-моему Ну типа Там В описании Скажут Вот вы с ней Можете там Наносить Супер Мега Турбо Ну грязь Сделать Потому что Ну с вами Ничего нельзя сделать Никаким образом Законтролить Да то есть Вы просто Как паровоз Погнали И вливаете Урон свой Как бы да Как бы контроль Иммунитет контролю Очень хорошо Но только Мертвый Это не дамажит Да Четолку У меня нельзя Законтролить Если чел Кидает мне Минус 50% В брони И просто там Бурст какой-нибудь Заливает Который прям Меня просто Мгновенно За там Три секунды Уничтожает Да Четолку У меня он Законтролить Не может Ну не нужно Меня контролить Если он Меня может Убить Вот Так что На фоне Нельзя Законтролить На фоне Вот этого Нельзя Законтролить Выглядит Как-то Совсем Прохладно Но это Ультра Рарко Идите Ловите Ее С шансом 0.5% В баннере Когда она Будет Да То есть Ну забейте Сколько вам Нужно Круток Вот вдумайтесь Сколько вам Нужно В среднем Круток Чтобы поймать 0.4% Рейтап Ультра Рарко То есть Это сотни Круток Понимаете Это не 100 Это может быть Не 100 Не 200 Круток Может быть Даже не 300 Не 400 Круток Вам потребуется Понимаете А вы купите 30 в день В месяц Блин Это бред Просто Маразматичный Да То есть Вы Может быть Год будете Копить Понимаете Вдумайтесь Вдумайтесь Вы можете Год копить Накопить Сколько получается 360 круток Слить их В один баннер Вот с такой Аркой И не получить Ее Ладно Там гарант За 300 Должен быть По идее Давить Но вы поняли Да То есть Это просто Забейте То есть Игра Абсолютно Неперспективна С точки зрения Вот Вот этого Всего Меты Какой-то Вообще Настолько Неперспективна Что можно Просто реально Даже Даже не пытаться Думаться Естественно Ребята Естественно Если мы сюда зайдем Мы увидим Что на челике А ну ладно У него нету Покупного шмота Но у него есть Покупная арка Еще тысячи с лишним часов В боях Вот Но здесь можно посмотреть Какие перки он одевает Да То есть Те что стоят ноль Это из дерева идут Смотрим только То что идет С Циферками Да То есть Атака Естественно Праудфорс Которые я вам рассказывал Мимикрия Вот это очень забавный Перк То есть Есть мимикрия Типа Ты становишься рыбой Ну то есть У тебя формально Ты считаешься рыбой То есть Там есть Разные штуки Которые от этого Работают Ну я по крайней мере Видел Там есть бесплатная UR Arc Которая дает вам Плюс атаку Если вы рыба И если у вас в инвентаре Есть там Какие-то куски рыбы Что ли Фиг знает Ну что-то такое Фастбрейв О котором я вам Упоминал Прайд вот Прайд у меня тоже есть Но я честно Не очень понимаю Вот как этим пользоваться Ну в том плане Что это макс с хп То есть Вы на единичку урона Получаете И все Перклесет работать Неужели это настолько Хорошо и вкусно То есть Как-как-как-как Да То есть Может быть это рассчитано На то Что бой начался И ты мгновенно Ульт какой-то заряжаешь Да Там Магию какую-то заряжаешь Которая вот Под этим пройдом Вылетает Там разрывает Ну а дальше То что оно заключается Уже пофигу Да Ну вот опять же Драйв И хайдрайв О котором я говорил То есть Здесь явно Электрический Ну то есть Из этих перков Можно сделать Вместо перс Дамажит тундрой Да То есть Ну вот Драйв Хайдрайв Поза в Глори Когда убиваем Врага регенем Кулдауны То есть Вкусно Да То есть Годный скис Ну это он Тут врожденные Да Терроры Тоже врожденные Ну тоже хорошая штука У персонажей Которые есть дебафы Ну это Аилменты Я так понимаю Это дебафа Там есть список дебафов Там салус Стан Яд Еще что-то такое То есть Я подозреваю Если есть любой Аилмент на персе То по нему просто Урона Зафигаривает сразу Маглеон О котором Я тоже говорил Да То есть Чем дальше Тем больше Урона Пирсинг Физоатаки С шансом На накладку У меня тоже Где-то на какой-то арке Он есть Я вот еще не знаю Норм не норм Но чел он врожденный То что врожденный Все норм Дуал вылдинг Догадайтесь Да То есть Чел с пистолетиками Играет И машин хайбуст Вот этот машин хайбуст Есть на там Одну единственную Ультрарарке Чтобы вы понимали Ну то есть Или Ну то есть Понимаете Вот этот перк один Может стоить вам Года игры Или больше Чтобы его просто получить Как он такое Я считаю Это адский кошмар Вообще Никак не мотивирует То есть Вот какую мысль Я еще очень важную Хотел сказать Наверное Которой Примерно будем подводить Итог этого ролика То есть Игра Вроде бы Про Билдинг Да То есть Скиллы такие Сякие Там то Все можно попробовать И так далее И тому подобное Но Во-первых Все крутится вокруг Очень малого количества Скиллов На самом деле Метовых И играбельных И они составляют вам Большую часть Ну не большую Может быть процентов 30-40 От вообще любого билда Ну ладно То есть фактически Вы строите не 100% билда А там где-то 40-60% Потому что все остальное Это будет Там вот это вот Че там Блин Заклинило уже название Всякие Фастбрейвы Профорсы Атакапы Да То есть Это вот Оно по дефолту У вас там Какой-то Процент скиллов Отожрет так точно Там Дуал вейлдинг Если персонажу нужен Дуал вейлдинг То там альтернативы Скорее всего Не будет никакой А он дорогой Вон видите какой Да Там Бустыха и бусты Опять же Просто Ну это самые крутые штуки То есть если вы там Перст там с мечами То есть Мечик буст Мечик хай буст Это прям Ты то что хочешь 100 путняк поставить Да Если оно у тебя есть Если нет Ты конечно Там какой-нибудь говнов Ты конечно Там вот Скилл чардж Да То есть о чем я говорил Шарпай Есть интересная штука Да То есть когда используешь Атаки Ну а при этом Атак скилл Я так называю Все таки Скиллы А не атака 3% Макс Мана Используется Для 50% В дамаге А там ты используешь Например Какой-нибудь Дополнительный перк Который тебе регенит Да То есть вот Ну врожденный То есть Атаки регенят тебе Ману И оно типа Опять же Синергию Обратит То есть ты атаками Регенишь А скиллухи Потребляешь Да То есть Дополнительно То есть норм тема Вроде как Звучит Вот Да Так вот К чему я эту мысль То есть во-первых Крутится все вокруг Очень малого количества Всего Что Достаточно Тухло Уже Звучит Потому что Дядь тот же Волдфлипер Вообще Волдфлипер Сильно Бал Избаловал Меня После него Вообще Игры просто Не заходят Они выглядят Скучными Примитивными Убогими Никченными Неинтересными И просто Никакущими Абсолютно Пресными Невзрачными Вот просто Никакими Серьезно Почему Потому что Там есть 6 стихий В каждой стихии Минимум 3 архетипа И в каждом Архетипе Есть точно Всякая Разная Вариация Персонажей Что ты можешь Использовать В зависимости от того Что у тебя есть То есть там нет Ну есть там вариант Есть моменты Где вот Либо есть этот персонаж Либо нету Но Опять же Там нет такого Что персонаж Выигрывает бои Там Есть да Прямо 20 из 10 персы 12 из 10 Да Но Если у тебя есть только он И нет команды Он тоже ничего не сделает То есть тебе нужен И персонаж И команда Вокруг него Вот И ты все равно Отыгрываешь И от персонажей И от мастхемных И вот этих Которые вот Оплёточные Так скажем Вокруг То есть Которые составляют Твою команду И ты их комбинируешь Тебе нужно их правильно составить Опять же Есть разное вооружение Эндгеймовые Миниэндгеймовые Там Альтернативные Ты вокруг этого Как-то отыгрываешь Понимается Нету ничего платного И недоступного Для фритуплейщика Плюс 5% Дропа персонажей Да И тебе не нужно Собирать к нему Еще дополнительно Какую-то шнягу Рейтапнутые персонажи Там по-моему 1 или 2% Как правило Имеют А не 0,5% То есть Не то чтобы очень много Но ребят Вот опять же Один чел В Дискорде Посчитал Что якобы Аж Где-то В общем-то 80 круток В Волкфлипере Приход ежемесячный За счет Всяких Эвентов Раздач Праздников И вот этого всего 80 Прикиньте Тут 30 Там 80 Почти в 3 раза больше При том что И шанс дропа больше Правда Гарант Там 250 круток Тоже максимально Пососный Вот Но Вы поняли Да то есть В любом случае Иметь В Волкфлипере Вы будете гораздо больше Да то есть Персонажам Не нужны какие-то допачи Ничего не нужно Вот А здесь на персонажи Там просто ужасные Дропы Вот И К чему это все Хрен с ним Мало вокруг чего крутится Суть в том что Какие-то очень интересные Приколдосы Метовые Опять же Да Которые вот вы хотели бы Себе заиметь И вокруг которых Вы бы смогли как-то Адаптировать по-другому Свой билд Ну точнее У вас уже возник бы вопрос Там что убирать Что ставить Типа Ага вот это менее метовые А вот это более метовые Они заблокированы Вот это вот Как я же сказал Машин хайбуст Да Это супер мега имбовая хрень Почему Потому что Я уже рассказывал в первом ролике Есть пистолетик Который игнорирует резисты вообще То есть вы собираете Какого-то пистолетчика С дуал велдингом И вот этим пистолетом Плюс еще одним каким-то пистолетом И это уже прям Гига-мега урон Вам никакой там Больше ничего не надо Да Но это хайбуст Смотрите 20% Угу Просто 20% Атак пауэра Просто нифига За 9 Скиллпоинтов То есть Это Огромная разница И Возможно У вас никогда не будет Вот этого всего Вместе Суммарно Да А потом опять же Это только одно Вид вооружения А там уже можно Какого-нибудь мечника Собирать Ну вы видели Да То есть Давайте зайдем Посмотрим Как выглядят билды Натянки Например Вот на этой Да То есть мы Увидим там Очень много похожего Но опять же У персонажей Отличаются Некоторые механики База Я имею ввиду Стиль реализации урона Да Поэтому Скиллы все-таки Отличаются Но опять же Мы видим Что Критапы Айм виталс Адванс Адванс Айм виталс Проуд форс Слейеры Ресерчи Ресерчи Это вкусно Но они встроенные Короче Что дают ресерчи Имеют шанс Нанести Какой-то Как раз таки Дебаф Да То есть видите Тут Стан Тут еще у нас Курса Не знаю Что добавляют Ну вы поняли Да То есть Мы как-то Дебафаем цель Автоатаками Дополнительно Авэкин Та-та-та Ну когда Close to death Ну видимо Мало Я не знаю Сколько считается Процентов Close to death Есть перки Которые Close to death Работают Ну типа Тебя там снижают Например до 10% ХП И вот эта штука Активируется То есть она Хилит И увеличивает силу Деф Ну то есть Резисты И хилят И резисты Закидывают Лайт-атаки Докидываются Ну это врожденный Дальше докидываем Уже не врожденный Лайт-атак Ну потому что Перс лайтом Дамажит Я уже сказал Опять же То есть видите Rise 3 Есть врожденный Мега-драйвы Мега-драйвы Новорожденный А вот Лайт-атак Rise Уже нужно где-то Добраться Да Потом Critical Rise Опять же Критрейт Лайт-атак С плюс 5% Крит-пауэр Ну у нас Все атаки Лайтовые У него кинжалы Лайтовые Опять же У вас нету Лайтовых кинжалов Идите в жопу У вас этот перк Работать не будет Кайф Кайф Викпоинт Поза в Глория Мы опять же Это видели Года скилл Видели Скай-хайп Вот кстати Ну то есть Типа когда персонаж Враг в воздухе По нему еще 20% урона Нафигаривается Но это надо же Как-то подкидывать Я пока не очень уверен Как это реализовывать Но типа тоже Очень выгодный По ДПС Ну опять же По КПД Перк Сурприз-атака Которая я говорил Да Бэкстабы Ну то есть Потому что Ну они в паре Всегда идут Вы не используете Одно без другого В принципе никогда Ну опять же Терроры У нее есть Два врожденных Третий докидываем Если это есть Дуал-велф Рожденный Хай и мега врожденные Сток позволяет Хранить первый перк Больше Ну то есть Там есть потолок Сколько зарядов Можно накопить Да И это увеличивает Максимальный Вот этот вот Заряд Количество зарядов Скилл заряд Ускоряем опять же Потому что Ну она завязана На первом скилле Она просто разрывает Декой Ну когда мы получаем Ноль хп Да То есть Когда нас убивают Мы Воскресаем И немножко регеним хп Опять же На выживаемость Да Шарпай Мы уже видели Вот этот я Фиг знает Как Что именно Как именно Это работает Да Потом Что-то Что можно Ну вот Вроде бы Как-то так Но опять же Мы видим Многие перки Которые Вы поняли Да То есть Чуть ли не половину Вполне себе Очевидные Самые очевидные Перки Да Вставлены Ну то есть Лайт атаки Лайт атаки Терроры Террор Причем Вот этот террор Мел По-моему Вы нигде Не найдете Кроме как В ее сигнатурные Арки Опять же Забейте Вы не можете Поднять кап На 2000 Без этой арки То есть Вы поняли Да То есть Чтобы персонаж Максимально работал Как он должен работать Нужны и арк свой И Метчики То есть Это вот Адский ад Чтобы все это собрать Ну точнее Метчики вы в принципе Не сможете собрать Например Вот как работает Дед Ну у Деда Этот танк Он работает чисто на танк Опять же Заходим сюда Купленные шмотки Видим Ну это танк Чего нам нужно танку ХП Дефенс Это Дефенс Обычный И тот и другой Гвард Виталс То же самое Что Аим Только наоборот Да То есть Криты наносят Меньше урона Ну опять же Всякие кучи гвардов Я просто Очень плохо ориентируюсь По танкам Пока не особо Интересуюсь Как их собирать Да Но опять же Бусты Видим Скиллы Сток Заряд Ну в целом Понятно Да То есть Опять же Мы не видим Чего такого Прямо вот Заоблаченного Неожиданного Я бы даже сказал Вот самое главное Чего такого неожиданного Тут мы не нашли Да То есть Танк Понятно Что про защиту Здесь Кстати Вот Некупленные шмотки Какие-то Крафтовые Или с каких-то Арков Вот ХП МП Ну это Маг Да Опять же Криты Праудфорс Бусты Атак Райза Да Крит Райза Опять же Стихийные Подставы Буст Хай Бусты Робо Бусты Робо Хай Буст Кстати Я только что Сейчас заметил Что под бронью Оказывается Есть бусты Какие-то что дают Кстати 7 майнда И magic attack damage Ну опять же Когда у вас Робо одета Просто получается Майнд это по-моему Защита Ну главное что здесь Я думаю Ну то есть И защита магическая дает И магическая атака Самая главная Да Докидывает Ну то есть Вы не собираете Здесь что-то такого Неочевидного Да То есть персонаж Айсовый Кидаем Айсовый Как бы перки Да Персонаж у нас Идет с посохом Кидаем бусты посоха Идет персонаж Робо И кидаем на робо Потому что наверное Чуть больше ничего не нашлось Да Нет Ну может быть Ничего такого Ордор кстати Ищет тоже Критрейт Это макс хп Но опять же У мага Подозреваем Макс хп подольше Может держаться То что он на рейнже Держится Вряд ли в него Прям влетает Да Опять же На максимальном хп Плюс инта Вот Такие дела Да То есть Что еще можно посмотреть Ну и еще одного персонажа Для примера Посмотрим наверное Вот этого щелика Да Из Атаки титанов Вот Про вот этот кораблик Я говорил Что красивый Очень Самая красивая арка Одна из самых красивых Блин Как он выглядит Я бы его на рабочий стол поставил Ну именно в игре Если бы он у меня был Короче Конечно Но он по моему Кстати вот Дефолт пула То есть это не лимитный арк Вот Ладно Что по персонажам Да По шмоту По скиллам По шмоту Купленный шмот Естественно Вы удивлены Ребята Я нет Дальше Что у нас Мы видим Атакапы Да Потому что у него есть Свои Критапы Праудфорс Слейеры Спешл буст Ну это врожденные Но опять же Если есть врожденные Бусты Естественно Надо ставить какие-то слейеры Или киллеры Наверное Слейеры лучше У него все физикл атаки То есть он рассчитан Чисто на Атаку с руки И скиллы Наверное там тоже На самом деле Не скилл дэмэдж наносят Да А именно Тоже все еще Физикл дэмэдж Вроде есть такое То есть у тебя скилл Например просто там Три быстрые атаки То есть они все равно Считаются как физикл дэмэдж Вроде как Насколько я понимаю Да то есть соответственно У тебя на всех атаках Это будет работать Автобрейв Ну опять же Автокритикл То есть У него нету Видите Мало На криты одето Но у него есть автокритикл То есть кидается В начале боя баф На крит шанс Насколько большой фиг знает Но какой-то Баф на криты Опять же Дайвы Драйвы Да Хайд Мега Врожденные Поза Глория Опять же Элл оф Глория Мы тоже видели Много где Пиратский фест Да В конце боя Восстанавливается Икадем Скайхай И Скайлор Тоже опять же Всегда используется В общем-то Практически в паре Скорее всего Когда персонаж В воздухе Урон И чем выше Персонаж в воздухе Тем больше по нему урона Закидываем его Как важно выше И начинаем Напихивать ему Сюрприз Это их врожденные Ставим бэкстап Потому что Ну В любом случае Хотите Чтобы вот этот Плюс 50% урона Как-то получать Логично Если они есть У персонажа Ну А раз вы Пытаетесь атаковать Сзади Ну логично Докидывать еще 30% урона Сзади Ну Просто По-другому Ничего не сделаешь True Dual Valve Какой-то Ну там Много читать Не будем читать Опять же Sword Boost Sword High Boost Идите ищите Эти бусты Удачи вам Они скорее всего Какой-нибудь High Boost Скорее всего Где-нибудь На какой-нибудь Лимитке Или ультра рарке Да И фиг еще достаньте Этот Sword High Boost Вот Так же как и Sword Boost У меня вот нет Вообще бустов этих Вот Мегабуст рожденный Опять же На скиллы На первый и второй скил Можно больше хранить Больше быстрее Изряжаются второй и третий скилл Quick Trigger Видите Рекаривает один скилл На один В начале боя Опять же Комбо мастер Ну тоже Когда у вас есть комбуха Плюс пауэра То есть соответственно Один врожденный у вас уже есть Докидываете второй Которого нету Да Гиант киллер Один врожденный есть Докидываем первый Да Потому что Ну чтобы оно синергировало В общем вы поняли Да То есть как правило У персонажей есть какой-то кусок Как я уже сказал Есть какое-то направление Которое вы добиваете То есть у него есть там Какой-нибудь вот Второй скилл Да С двоечкой Ну очевидно Надо докидывать Первый еще Там троечный Да Потому что ну А что как делать Нет смысла То есть вы Если вы будете что-то свое Градить Просто будет не работать Куча перков Вот этих вот Соответственно Перст просто не будет Мощной Да Силу полную показывать Ладно Это вот все Что я хотел рассказать Да Получилось больше Ну серьезно Тут видите Много о чем Нужно было поговорить То есть вроде бы Здесь по мелочи Там по мелочи Вот именно И о билдинге вроде И о гачи И о шмоте И о персонажах И о барках И о скиллах Вот Но Это так скажем Улучшенная версия Первого ролика Более такая уже Деловая Более такая Со смыслом Так скажем С большим чувством Происходящего Вот Какой итог Да Вот Всему этому Я Возможно еще поиграю Если выпадет Персоны интересные Хорошие Которые будут играбельные Которые позволят мне Там Хорошо чилово сюжетку Пролететь И чувствовать что Ага Я там обувь этих угнетаю Нагибаю И вообще Разваливаю Только в путь Если ничего Ну я забью Потому что Неинтересно Будет То есть сюжетка Сейчас проходится Вся сюжетка Это просто А вот какую мысль Я не сказал Ребят Худшая механика Друзей Какую я встречал В принципе В играх Вообще Когда-либо Смотрите У вас один персонаж Идет в саппорты Так Три своих Один заемный Из друзей Вы можете использовать Один раз персонаж То есть В день Вот у меня есть Один чел У него Дико разрывная Вот эта тянка Новая Он как раз таки Там на рейте написал Что мол Добавь Вот Он позволит Я поставлю типа Суперразрывного перса Он позволит тебе Всю сюжетку Пролететь вообще На пофиг Но Один раз в день Можно использовать А знаете Что нужно сделать Блин Я разговариваю за полтора часа Чтобы можно было Использовать его бесконечно Здесь есть вот такие вот Рандомные саппорты Вам нужно использовать Всех рандомных саппортов Вы думаете Их 10 штук здесь Как бы не так Вы будете их использовать Вам будут накидывать новых Я чел Говорю Блин Я использую саппортов А меньше их не становится И знаете Он мне что сказал Где-то 2 часа Нужно сидеть И использовать Этих саппортов Чтобы они исчерпались И вот спустя 2 часа В игре Они у вас закончатся И вот когда они у вас Закончатся Все вот эти автосаппорты Вы сможете выбрать Саппорта друга Который до конца дня Будет использоваться Во всех боях И типа вот делай Вот это вот И проходи сюжетку Класс Кайф Просто Просто намечательно Блин Короче Это худшее Что можно было придумать Разработчики Видимо просто не хотят Чтобы люди играли В их игру Потому что Ну я не знаю Как можно еще больше Отбить желание играть Потому что взять Тот же там Принцесс Коннект Да любую игру Где есть Заем друзей Ты просто берешь Добавляешь там Несколько друзей Суперметовых И они позволяют тебе Пролететь Всякое унылое говно Да Которое Неинтересно И ничего из себя Не представляет Но здесь Нужно вот такой Дращением заниматься Я еще честно могу сказать Ни разу Не выбил Всех вот этих саппортов У меня не хватило терпения Я наверное может быть Там час-полтора сижу И опять же То там то сян То и больше этого времени Там разглядываю арки Скиллы И что-то там Пытаюсь осмыслить Да там Переключаюсь на Цирлисты Там тоже что-то Как-то кумекую Но я ни разу Этот лист еще не смог Исчерпать Но в любом случае Если два часа Я буду сидеть просто До посинения До порисячего визга Здесь вот это тратить Я думаю к тому моменту Мне уже играть просто Не будет хотеться Чтобы еще дальше После этого С новой силой Фармить с другом Да То есть Это полнейшая дрысня Короче Вот А к чему я этот Разговор завел А ну вот Механика суперпососная Наверное к этому Вот Короче Вы поняли Да то есть Сильно быть зависимым От друга То есть я сейчас могу Проходить сюжетки Миссии Вот к чему я это завел Только если я беру Сильного саппорта Да то есть Причем Там вот челы С сотого уровня Я не знал Но там можно зайти И посмотреть чем они одеты И там есть просто бомжи Ну то есть Сотый уровень Да номинально Открываешь У него ноль перков Ноль скиллов Ну то есть Дерево не прокачивает Скиллов не стоит Шмот не стоит То есть он ничего не делает А сотый уровень Я просто уже на этом Обжегся кучу раз Вот в Венце Берешь и наносит уровень Он просто там С двуху атак Выносит Весь Всю карту Берешь иной уровень Он даже хуже чем я наносит Точнее как я примерно Че такое Вот А потом оказалось Что можно посмотреть И в общем то Я теперь беру только вот С какой-то прокачки Чтобы они действительно проходили Но суть в том Что сюжетку я могу Проходить сейчас Только с поддержки С помощью Виагры Да так скажем Сам я не могу Уже дальше прогрессировать И вот Ну Это не интересно Вообще не прикольно Да Зависеть от чеших персов Соответственно Если кто-то выпадет Я смогу Уже куда-то инвестироваться В своего персонажа Да там И уже что-то из него делать Но опять же Что делать Оружек нету Там можно Четырехзвездочные пушки Купить По сюжетке Но сами понимаете Что они Что они могут предложить То есть Крафтовый молоток Там вы видели 300 силы добавляют Например Да Я же показал Вот Здесь вот Можно лук На 90 Купить за 150 Например Да Ну и вот Как бы И все Ну то есть На 90 А там Там 280 По-моему Добавляется Ну Не знаю Насколько разрывная разница Но там еще и крытые Докидываются Да Еще эффективно Сдается Халявные Да То есть Вообще хорошо То есть Это киллер Как раз таки Халявный Считайте Для ПВЕ По-моему Замечательно Там против Этих всяких Птиц И прочего Дерьма Вот Но Выкрыть это Невозможно Ближайшие Перспективы Вообще Не вижу А Вот еще Какую мысль Сказал Давайте На ней И закончим Это даже Не мысль А Хочу поделиться Отрицательными Эмоциями Но Исключительно Потому что Я дурак Короче Я просрал Два вот таких Эфира Эфириона Вот Кто тоже Дизайнер Эту менюшку Я бы руки Оторвал И рак И жопа Точно желаю То есть Вот Ну Я хочу Я сюда захожу Просто чтобы посмотреть Что за шмотка Да Я же не помню Я все забываю По сто раз захожу Постоянно И Вот Кто сделал так Так что Менюшка Которая просто Показывает Что здесь за шмотка Фактически Она же отвечает И за засовывание Эфириона сюда И То есть Cancel Это выйти А Ок Это Засунуть Эфирионку Вот сюда И я дважды Нажал У меня было две То есть Одна красная кнопочка Другая синяя И чисто Вот когда ты заходишь Да Не сильно вдумываясь Чисто вот По цвету Машинально нажимаешь Синенькую кнопочку Да Не красную Потому что Ну ты же хочешь вроде Что-то хорошее Ничего-то плохое Я точно так же Облажался в Топ-драйвере Там тоже Тебя в пакетче Когда покупаешь Там две кнопки Купить за деньги И Продать за душу Да За свою И за душу Она прикольнее выглядит И чисто я так Да Чисто вот Не вчитываясь В суть кнопки Нажал машинально За душу за свою И продал короче Ее А надо было за деньги покупать Вот И здесь так же То есть Захожу много Захожу много И машинально Чпок на кнопку Ок И просто улетает Эферион В арку Которую Ну не хотел Мне нужно пистолет Достать из Калдин Хотя опять же Пистолет нужен Только для персонажей С пистолетами У меня нет персонажей Если мне не выпадет Персонаж с пистолетами То от Калдины Мне толку вообще Никакого не будет В принципе Да Потому что Никто не может Использовать их Никто не сможет Их разгонять адекватно То есть можно Да Там Отдать пистолет Какому-то персонажу Отдать ему перк Типа Чтобы он мог Использовать пистолет Хотя у меня на одной арке Нет использования пистолетов Но в теории Да Но толку с этого не будет Я уже только что объяснил Почему Да То есть Гибкость Теоретическая гибкость Разрушилась А реальность О чем я и говорил Да То есть У персонажа есть Его оружие Есть его стихия И вот вокруг этого Крутись-вертись А в окно не попади Ничего другого Ты не придумаешь Интересного На крайней мере Вы видели В топе Ни одного персонажа Нет Который бы там Свапал стихию Или там Свапал бы оружие свое Фиг бы там Ничего такого В общем Просрал я два эфериона Вот Да и куда всовывать Непонятно Да То есть Я бы вообще На самом деле Молоток бы получил Хочу молоток У меня есть По-моему где-то Отдевка молотка Да Отдать молоток Кому-нибудь Или вот клыки Может быть Тоже на клыки Перки хотя бы есть И ну наверное Оружка с перками Лучше чем Отсутствие оружки Ну И отсутствие оружки И отсутствие перков Согласитесь Пусть оно даже И какие-то бонусы Там потеряет персонажа Ладно Давайте на этом Можно заканчивать Морали ребят Очень обидно за игру Прям адски Адски обидно Потому что я вот Как уже сказал в начале Я подвтянулся И мне вот реально Хочется поиграть В что-то такое Вот прикольное Где у тебя там Какой-то билдинг Где-то там Ага вот это Там что-то такое вот Редкостное Собираешь Классное Которое тебя радует Здоровски Да Что у тебя там Какая-то вариативность Ты можешь что-то придумать Своё Накреативить Вот хочется реально Что-то такое Поиграть В полноценную Какую-то такую РПГ Да В гачах Но к сожалению Нету ничего Всё совершенно Уныло Гачи выходят Отратительно примитивные Ну потому что Основная аудитория Именно такой примитив И хочет Потому что сделаешь Чуть сложнее И игра просто не будет Популярна вообще ни разу Потому что это для Среднестатистического Алихана Да Который собственно Является аудиторией Гачи И вообще мобильных игр Он её просто не осилит Он что-то увидит Там что-то сложно Надо разбираться Ну значит Да Максимум что Среднестатистический Алихан Может Это пойти на ютуб И вбиться Гайд для новичков Посмотреть один ролик Длиной минуты 3-4 Это вот предел Да Терпимости Аудитории С этим ничего не поделаешь Да Ну сами знаете Какие люди играют в гачи Умные люди в гачи Не играют Так скажем Я вот не исключение Надо вообще что-то Хорошее играть А я вот в гачи играю Что поделать Да Я в каком-то ролике Рассказывал По-моему это был ролик На тему Геншин Год спустя Я там очень много Разных таких вещей Рассказывал Поэтому пересказывать не буду Вот И там многие вещи Объяснял И Картина более целостная Может у зрителя сложиться Вот Почему я здесь А не где-то ещё Ладно Давайте на этом мы заканчиваем Будет ли ещё какой-то ролик По Клавдии Я фиг знает Может быть Будет ролик Когда вот Вот этот баннер Произойдёт Да Я откручусь И расскажу Что мне что-то выпало Что-то не выпало И чё Как вообще дальше Вот Наверное так Будет ли после этого Что-то ещё Я не знаю Если буду играть Может быть чем-то буду делиться Что я что-то прокачал Что-то выбил Может быть ещё что-то узнаю Да В чём-то разберусь Какие-то истины У меня откроются Но Как мне кажется Я более-менее разобрался В происходящем Да И вы опять же видели Что билды имеют Чёткую определённую линию В какой развиваются Персонаж эту линию задаёт И так далее И тому подобное И чё-то такого Прямо вот На креативе Здесь достаточно тяжело Единственное Что здесь ты креативишь Это Выбор арок Который ты хочешь прокачать Сейчас вот у меня Единственное Да Что я хочу прокачать То есть По уровням Да Куда вложиться Что мне там полезнее получить Вот я там Праудфорс Вот этот выкачал Я делал всем персонажам Например Праудфорс Да Вот Перспективно выглядят Криты третьи Выкачать Нам десятый уровень Нужно Это вообще жесть Ну опять же Там на рарный Правда это На рарной Арке Да То есть в принципе Рарной Двы десятки Будет намного дешевле Выкачать Чем Что-то другое Например Вот Годоскиз Выглядит Очень интересно Ну это девяточка На СС арке Вряд ли это Получу быстро Дуал вилдинг Ну тоже наверное Можно всем подряд Отдавать Просто давать Там два топора Да Два молотка Там на самом деле Кстати можно Не только молотки Я вот еще Тоже мысль Какую забыл Сказануть вам Но персонаж Может таскать Не только Один вид вооружения Здесь вот Если зайти Здесь Да Мы видим Вот эти пиктограммки Подсвеченные То есть Вот этот персонаж Может носить Мечи Топоры И молотки Сам по себе То есть Там можно сразу Без надобности Докидывать ему Какие-то перки Можно добавить Дуал вилдинг Да И поставить там Меч Топор Вы поняли Где бы только это взять Не знаю А вот что еще хотел Сказануться Блин Не то нажал Ну нафиг я это сделал Вот сейчас Ивент идет На деда С дедом Не знаю То ли это ивент Ну вообще не про деда На самом деле Совершенно То ли это ивент Уже ближе К юбилейному То ли просто Сам по себе Короче Суть в том Что Две шмотки А ну это с деда Точно с деда Дедовый ивент Потому что там Да Дедовый ивент Опять же что я говорю Там же на деда Покупаются итемки Я имею ввиду Шарды дедовые покупаются Точно к деду Преурошен Ну короче Можно купить Ну вы ее точно купите Если ивент будете проходить Вот такую Бронечку Да Но у меня Нет вообще никакой Поэтому хоть какая-то броня Лучше чем никакая Да Пятизвездочная Ну и дает Автокаст протекшн Да в плюс 3 То есть Ну хоть что-то Ну и Мне примечательно То что Вот здесь Дисплей поставить Да Далее Пику вот такую Точеную Тоже пятизвездочная На Землю Но она Тухлая То есть вы видели Там дедовая Точнее там топовая пика Дает 30% что ли Атаки Процента И еще И силы там тоже Около 300 Здесь 139 Но это хорошо Да то есть Вы видели то что Я сюжетки могу купить Там по 90 И то не все есть А это 139 Земляные опять же Атаки делают А у нее как бы Баф на землю есть Да то есть Вроде как Что-то синергирующее Что-то со смыслом Это вообще бесплатно Практически Да или там Есть задание на киллы То есть просто Убиваешь нужное количество Мобов Фиксированное Давайте я покажу Чего уголословить То есть если зайти сюда Там их причем Два этапа За второй этап Дают 10 билетов Ну опять же Я уже все сказал Про эти дефолт билеты Что они Ну цены только Вот прям совсем Ну басом Наверное Ну или Знаете Они могут быть все еще ценны Когда вот Есть какая-то Одна Там две Может быть СССРные Дефолт арки Ну сами понимаете Шанс выпадения Конкретно очень мал И они вот вам Принципиально не падают И вот вы их хотите Уже там год Игранте два Три И поэтому Всегда есть шанс Что оно вам Упадет Наконец-то Ну вот Суть в том Что мне нужно Наубивать вот этого Дерьма И дадут 10 курток Дефолтных Я конечно же Хочу это сделать Но у меня здесь Просто морозят Черви Это просто Ну давайте Покажу Это у червяка Чего нет Самый Драчевый Босс Для меня Проходится Раз там Из 10 Хорошо Что я узнал Что еще Саппортов Можно посмотреть И он Сказан Типа Required Level 50 Мои персы 60 Они там Просто Отсасывают Только в путь Короче В чем Проблем Мосс Этого Босса В начале Боя Он всасывает Одного Персонажа Проходка Моя Зависит От саппортов Как вы понимаете Если он всасывает Персонажа Это сразу Выход А знаете В чем Приколдоз Если ты выходишь Из миссии Вы тратите Вот эти Ресурсики Она восстанавливается Одна штука За полчаса Как вам такое То есть Сейчас Потеряли Вы считаете Своего времени Полторы Но тут Слабо Мы с таким Не пройдем Нифига То есть Вот там Челы Которые заливают У них там По 2000 Атаки И выше Я смотрю То есть Перки какие-то Есть Сторожки Ну Второго Третьего Уровня То есть Это Сюжетки Купленные То есть Ну Мусорный Достаточно Одетый Чел Ну Лучше Чем я Но это Все еще Мусорный Ребят Даже в курсе Да То есть Вот куча Таких Челов В саппортах Они вообще Все голые По моему Все голые Ну Полторы тысячи Атаки Хотя Может быть Даже нормально По его меркам Хотя Какие-то Даже Шмотки Смотрите Есть Ну Давайте Вот его Чисто Ради Прикол Доса Возьмем Да То есть Вот 60 там Скиллпоинтов У него есть 87 Обилок Вкачано То есть Ну На самом деле Вкачанный Такой Чел Да Вот этот Да Типа Давайте Вот с ним Попробуем Ну Опять же Ребят Минимум Рандом Это то Что нужно Чтобы Всосало А раньше У меня еще Был рандом Чтобы перс Который Я взял В саппорта Чтобы мог Что-то Делать А не Делал Какой-то Нулячий Урон Вот Это тоже Не всегда Везло Но сейчас Я вот эту Потерю Потерю Немножко Скомпенсировал За счет Того Что Да Научился Просматривать Персов И хотя бы Если я взял Перса То он Ну скорее всего Проходит Хотя тоже Было Беру Перса Вроде бы Сильный А он И не смог Червя Загасить Там например Не хватило Одного Скилла Нажать А он там Такой яростный Просто Жесть В общем Червяк Ну опять же Ребят Как бы Ивент И если у меня Все персы Были бы Вкачаны Уже давным Давно Кого встал Не саппорт Отлично Может быть Есть шанс Может быть Ребят Если этот чел Будет делать Какой-то урон А он будет Делать Какой-нибудь урон Какие-то Протекшены Здесь В магии Вот Потом там Вот эта вот Какого Блин Арка Которая Тяночная Она сама По себе Может Если там Разогнанная Она чуть ли Не вселенов Убивает Этого Червяка Вдумайтесь Она там урон У нее есть скилл Который наносит Гига-мега-адский урон И она чисто Только своим перком Этому червю Фактически Все хп сносит Но по ходу дела Мы не убьем Чего-то он совсем Вяленько Наносит урон Я говорю То есть там 380 тысяч Нужно сломать А здесь мы Еле-еле душа в теле Маи-то уже вообще Никакие Все сдохли Причем этот червяк Может и дальше Засасывать А если он останется Один этот чел То он естественно Его и засосет Как вы понимаете Вот пошел засос Он его засосал Ну и все Да то есть Ну как бы Вот Свидульки Минус 2 2 поинта Вот я и говорю Там нужно чтобы у челов Было хотя бы За 2000 атаки Потому что как правило У чела которые За 2000 атаки У них там еще и Перки хорошие Метовые Стоят да А не просто Какой-то бомжатским Говном затыченное Все это воткнуто Да и шмот там И так далее И так далее Давайте посмотрим Есть кто-то тут Ну по-моему нету Да то есть он список Не обновляет Хотя может быть Какой-нибудь такой маг Он там Ну это на ману Я не знаю как оценивать Пока не сориентировался Да Ну тут Слабо читать где там Ладно В общем вы поняли Как здесь происходит Этот фарм Там на первой На первом уровне Нужно было Три червя убить Я как-то убил И вот нужно 10 И вот на них Я очень много теряю Этой блин Маны Я боюсь что может быть Из-за этого Мне не хватит в итоге Но еще 10 дней Вроде ивент будет идти Да Я думаю подфармлю Опять же вот этот голем Там То один раз зашел Один голем был То захожу два То есть если их по два будет То в принципе зафармлю быстро Вот эти долго фармятся Блин там тоже Так еще не по одному По два Вот этих вот Хреновина всего лишь Да Птицы тоже там по одному То есть что блин Зафармливают Ну он вроде за 10 дней Должен успеть То есть в принципе Ивент не самый гриндовый И что по наградам Да Я по-моему не показывал Ну шоп Шоп Да то есть вот ты заходишь Если ты заходишь На слабенькую миссию Там 200 очков тебе дают 250 То есть Ну 4 захода на 1000 Здесь максимальная награда 40 тысяч То есть это сколько 4 на 4 160 заходов За 2 недели Надо сделать Если ты заходишь В поле продвинутую Там 350 Что ли 380 очков дают Но опять же Сейчас там еще написано Бонус плюс 20% То ли это вот как раз таки Из-за того что сейчас Вот в принципе Идет Предюбилейная Такая вот акция И на самом деле В обычных ивентах Вот без этих 20% Побольше надо заходов сделать То ли это просто Всегда есть Фиг знает Наверное Из-за ивента Ну вот Да То есть за 40 тысяч Вы можете получить Такую фигню Не знаю сколько ценное Зеркала Как я уже сказал Ну это хорошая штука 50 штук пойдет Скиллбуки Хорошая штука То есть там В дереве прокачки Вот то что скиллы Именно Оно открывается Именно не за Итемки Да Не за руду А вот именно за скиллбуки То есть если вы хотите Скилл разблокировать Вам нужны скиллбуки Они там тоже Не по штучке нужны Там по 3-4 по-моему Скилл То есть Штука нужна Это не знаю Но наверное Что-то связано Опять же Пауэрапс Да Юнитов Как прокачиваются юниты Для меня Естественно Супер нужен Этерион Но опять же Он один штук всего Сами понимаете Сколько тут лет Нужно сидеть Чтобы мне вкачать Хотя бы одно Но вот я хочу Этерион получить Может быть души Не знаю Но в принципе Я все скорее всего Зафармил Вот прошло тут Дни 5 всего И я уже 20 тысяч нафармил Да То есть Я добью В Леонс Начинает добивать 10 билетиков Так что там Останется вообще Краполя добить То есть этот ивент Я отфармил Стопудняк Вот Ладно Давайте на этом точно Будем заканчивать Это уже почти 2 часа Вот Но Вы можете поэтому Зато оценить Что вот Игруха мне Вот концептуально Идейно Духовно Она мне нравится Она меня увлекает Эмоции вызывает Но Что делать потом В перспективе Я просто не представляю Там В перспективе Спустя Месяца 3-4 Там 6-7 Когда Ты собрал какой-то базис Да Уже более-менее Там Перст Тебе выпал Да Ты что-то там Прокачал Арки Ну Те что есть Да Дальше у тебя Только Вбивание Шмота С этих арок В принципе И все И дальше Перспектива Вообще Туманна Да То есть Сидеть То что Без возможности Получить что-то новенькое Что-то интересненькое Что-то митевенькое Что-то можешь Там интегрировать В свои билды Что тебе Сделать свои билды Более домашними И интересными Да То есть Вот эта арка Она вываливает Там просто адский урон Я бы показал Но боюсь Там нет ни у кого Из-за того Что предлагают Да Она реально там Три четверти Червя сносит Просто Ты нажимаешь Перк арка Три четверти Червя исчезла Вот так Как вам такое Неплохо Я тоже считаю Что неплохо Вот Но боюсь Монетизация И не самая лучшая Реализация Самой по себе Концепция Приводит к тому Что мне Очень-очень жалко Что все так Игра могла бы быть Мне кажется Хитярой Ну хотя опять же Хитярой она бы Никогда не была Ввиду сложности Да Для типичных Алешенек Она все равно Будет слишком непонятно Сложна Муторна Нибо вот как Одну кнопочку нажимаешь Персонаж становится сильнее Ты начинаешь Выбивать больше циферок Вот Замечательно Идеальная игра Поэтому 90% игр Именно гачи так и выглядят Потому что именно Сложнее Ничего аудитория Отселить не сможет Одной кнопки Да Вот Но какой-то местечковой Культовой игрой Она могла бы стать Сейчас она тоже В принципе местечковая У нее есть Хорошая фан-база Но Я думаю Она слишком маленькая Да Из этого Можно было выжить Значительно больше Но имеем что имеем Ну Флиппер тоже обидно У Флиппер тоже Она очень местечковая Очень У нее маленькая фан-база И я думаю Что опять же Флиппер достойна Намного-намного Большего Но там даже Не вопрос Что какая-то реализация Должна быть другая Там просто Позиционирование игры Должно быть другое Другой маркетинг Да Ее может быть По-другому Как-то нужно было оформить Чтобы она привлекала Именно тех людей Кому она бы понравилась Так получается Что вот Кому бы она понравилась Они на нее просто Внимание не обращают Даже Да Потому что Ну ты не думаешь Что там именно то Что тебе надо Она не выглядит так Как то что тебе надо Вот Ладно Давайте будем заканчивать Я в общем-то доволен Наконец-то я смог Вот по Клавдии Все рассказать Последние два дня Я как-то вынашивал Эти мысли И старался их Не забыть все И то вы видите По ходу ролика Я вспоминал То одно То другое То третье Что прям вот Круфизно все хотел рассказать Сказалось бы Да И забыл Но только вот По ходу дела Там опять же Как-то оно всплыло И хорошо Вроде всплыло все Что надо По всем пунктам Вот Ладно Давайте Надеюсь еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok